И просто не отображается онлайн, поэтому если кто-то там в чатике напомнит товарищу ссылку на твич, он, наверное, будет благодарен. 15 экспы дают за гулю. Не густо. Больше всего экспы дают за выполнение квестов. Там сразу несколько сотен. Ну, хотя сопоставимо, если взять там 20-30 гулей, которые мы здесь перестреляем, я надеюсь, в процессе выполнения задания, то весьма неплохо. Пишущую машинку беру. Мне кажется, что ее можно тоже будет разобрать на составляющие. Да, и надо периодически записываться, чтобы... Опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа. Так, стреляем. Давай стреляем быстрее. Давай еще. А это легендарный дикий гуль. Еще крит можно? Он очень плотный. Очень плотный, очень сильный. Да у меня было чуть больше половины хп, и он в два удара, получается, снял. Или в три удара снял. Ровно половина хп закидывает. Какой у меня сейв шикарный, пацаны. В голову стреляем с критом. Я от радиации сейчас могу сдохнуть. Не убью его даже так. Капец, как классно-то. Сейчас придется закинуться, я думаю, бафаутом каким-нибудь. Тихо. Так, предметы. Что мне может помочь? Мне может помочь много чего. Наркотики всякие, винты. Бафаут закинет. Ну, винт на самом деле. Но я не люблю наркотов. Так, давайте готовый завтрак сожрем. Стимулятором закинемся одним. И возьмем, ладно, винтецкий. При этом антирадином скинем... Хотя там нет радиации сильной пока еще. Стоит повременить. Окей, поехали. Работаем. Голова, 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 голова. С критом. Раз. Легендарный противник мутировал. У него восстановилось здоровье. Теперь он наносит двойной урон. А-а-а-а! Вот у него какая билка. Ладно, под бафаутом его расстреливаем. На наркоту не подсаживайтесь. Это вредно, пацаны. Потому что потом придется лечиться от зависимости. Правда, здесь, в отличие от первых там частей фоллаута, от наркотической зависимости можно вылечиться, например, путем создания газировки особого рода, которая мало того, что снимет с вас всю радиацию, так еще и, собственно, очистит от зависимости. Охотничественная рейдерская броня для правой руки неплохо. Уменьшение урона от животных на 15% аффикс. Короче, встречаются на максимальном уровне сложности периодически такие легендарные противники. Из них выпадают не менее легендарные вещи. У них, кроме стандартных характеристик, которые, кстати, совсем не выдающиеся, но что там, 3-3. Есть подобные аффиксы, как сейчас уменьшение урона от животных. Я возьму, тем более я смогу граидануть эту рейдерскую броню, повысив характеристики. Сейчас, подождите. Спасибо, пойду, подсяду на наркотики, потом газировки попью. Как говорит Neurodi в чатике. Не до конца, к сожалению, видно. Так, как там еще раз она называется? Охотничья. Вот она, охотничья рейдерская. Защита снижается. Не сильно снижается, но зато аффикс получаем. Плюс, повторюсь, мы его еще сможем улучшить на базе. Обычный дикий гуль. Мне вот нравится, что у Ватси меняется вероятность динамически в зависимости от положения противника. То есть, подходит он ближе или, например, прячется за каким-то укрытием. И можно выбрать подходящий момент для того, чтобы... Да, я без армора нормального, прошу прощения. То есть, я в арморе, но он не показывается как армор. Поэтому на мне каска, белое нижнее белье и какие-то еще... Жидкий азот. Ну, еще усиление защиты рейдерские всякие. Так, вискарик берем. Кстати, за здоровый образ жизни. Бурбон. Патроны для пистолета. И терминал руководства здесь есть. Для него требуется ключ. Пароля у меня, к сожалению, нет. А пароль вроде бы. Я где-то пропустил. Потому что в прошлый раз я на него натыкался. Алюминиевая канистра, как подсказывает Кэп, разбирается на алюминий. Можно спуститься вниз. Сейчас осмотрим все еще. Там еще был спуск. Антирадин хорошо. О, телескоп. О, микроскоп хорошо разбирается. Там 5 или 6... 4 или 5 запчастей. В том числе и линзы для оптических прицелов. Назад я уже не вернусь. Да, я вернулся в начало. Но кажется, я где-то в начале, то ли в терминале, то ли в служебной записке, не обнаружил... Не нашел код. Эта дверь не открывается. И терминал тоже, собственно, не работает. Вроде как линейно было. Так, терминал не работает. Оттуда я пришел. Поднимался через этот проход, судя по трупам гулей. Сейчас тогда внимательно осмотримся. Туалет явно тупиковый. Это альтернативный вход в туалет. Женский, мужской. Причем удивительно, что он объединенный в конце концов. А тут, видимо, перегородка была. Так что ничего в этом удивительного нет. Алюминиевая банка. Опять же, это алюминий. Для крафта очень необходим. Тут, в принципе, сложно найти предмет, которому нет применения. ХЗ, что у тебя с армора, но под всякие щитки, наплечники, проще надеваются обычные костюмы. Да, я знаю, но... Кстати, обычный костюм-то у меня, может быть, и есть. Но пацаны в чатике против того, чтобы я ее одевал. Кожаная броня для правой, очки сварщика, раскрашенные металлические, это есть. Темные очки можно найти, в смысле надеть. Форма братства, если я надену, она скинет все остальное. Черный жилет, цак, шахтерский. Может, черный жилет, но он тоже ничего не добавит мне. Да ладно, бегаем. Никто не жаловался. Нормальный. Бегаем. Так, окей, здесь нужен ключ, запомнили. Проходим дальше. В принципе, можно... Можно же сюда еще пройти. Тут это лифт, кажется, неработающий, да? А здесь я ящик с инструментами открывал. Сюда тоже заходил. Заходил, проходил, видел терминал, который открыть не мог. Сейчас проверим еще один терминал, который... Напомните мне, пожалуйста, как миссию выполним. Пса взять с собой. Модная щетка для волос. А здесь вроде выключенный был терминал. Да, с загадкой. Так, а на втором ярусе... Ну, я поднимался, собственно, на второй ярус. Вниз точно нет. С второго яруса, может, где-то здесь еще есть проход? Вот тут вот есть проход. Да, чушь. Вентилятор только взял. Пачки сигарет, кажется, для бумаги нужны. Или папирус, не знаю, какой-то. Или даже хлопок. Это тоже лифт, который не работает. Так, что-то я упускаю. Рановато начал тупить. Учитывая то, что здесь все линейно, давайте прошли первый ярус, второй ярус, третий ярус. Здесь тупиковый кабинет. Без возможности... Без возможности пользоваться терминалом. Ок, закрыли вопрос. Едем дальше. Холодильник нет. Здесь заходим, проходим, 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 проходим. А, тут меня как раз в прошлый раз Гули убил. Этот же самый, видимо. Осматриваем. Осматриваем внимательно. И, собственно, тут тоже тупик с терминалом, которому нужен ключ. Есть, типа, такой спуск вниз, но это в один конец, я туда уже ходил. Пароль. Надо найти пароль. Пароль мог быть на трупе. Пароль может быть записан на каком-то квестовом блокноте, но не на стандартных планшетах. Тут спуститься вроде... Давай вот аккуратненько. Тут вроде тоже тупик, вот в этом закутке на втором этаже. Хотя... Да, ну я здесь тоже был. И работающие терминалы. Тупичок. Радиация. И спуск вниз. Да, это просто папка. Это незаписанная тема. Наверх подняться можно. На втором этаже бумажка, может, там. Но там этих бумажек, на самом деле, этих папок, довольно много. Я допускаю, что... Но обычно все проще. Может, все-таки у этого легендарного... Нет, просто крышки жестяная банка. Золотые часы тоже разбираются. Давайте пристальней посмотрим. То есть, очевидно, нам нужен ключ для терминала тупикового, который, возможно, откроет дверь на первом этаже с... Ну, помните, нас встречали... Встречала эта дверь в самом начале. Обычно такие вещи лежат в вполне конкретных местах. Я сомневаюсь, что за каким-нибудь столом будет то, что мы ищем. О, чудо-клей. Кофейная кружка. Так, мы пришли оттуда. Это тупиковый, который не работает. Папка, письменный стол. Уже по третьим... Опа! А, это я вернусь в этот, в туалет. В душевую и прочим. Спускаемся. Идем по... Планомерно, в общем. Планомерно, шаг за шагом. В туалете проверять это вообще последнее дело. Но раз уж меня жизнь заставила, буду и по ним шерстить. Дикий гуль. Проходим. Вообще уже в самом начале. Вот она закрытая дверь, которая, по предположениям, должна открыться, как только я найду ключ. Ключ. Может, в первом терминале. Посмотрим. Здесь вроде только одна опция была. Триога, да. Введен режим. Желательная резинка... О, тут дверь. О, замок легкий. Открываем. Чуть... Нет, чуть... Вот так вот, наверное, да. Блин, чуть правее. Тороплюсь немножко. В этом поиске всем. Хотя шпильки с запасом. Дверь открывается. Ага. Да, это похоже на правду. Во-первых, работающий терминал. Мне показалось там... Или на бутылке было написано «Бобровская кража». Это у меня уже плющит. Так, терминал службы безопасности. Давайте. Добро пожаловать. Бла-бла-бла-тревога. Тоже одна опция. Печально. Это не то, что мне нужно. В картотеке предохранителя. Еще патроны. Я, кажется, перегружен уже. Так, негр. Дело есть. Да, 250. Скидываем ему... Давайте отсортируем по весу. Попробуем, да? Я до сих пор не понял, как здесь сортировка, блин, работает. Потому что вроде отсортировал по весу. Оно вот встречается 0,1, 3. И сейчас вообще по алфавиту. Скидываем телефон, очки патрульного, фонарик, форму братства. Вот в сортировке написано условие. Ну, вот я два раза нажал на Z, а тут S... Ну, то есть... Хотя нет, тут уже как раз нормальная сортировка идет. Вроде как. Тоже не похоже на нормальную сортировку. Раскрашенное металлическое, то, что сейчас на мне. Ладно, и так сойдет. Уже можем, по крайней мере, бегать. Серебряный медальон, окей. Отвертка. Мешочек с чем-то там. Но, опять же, эту проблему нашу не решает. Это не решает проблему с... С отсутствием доступа к терминалу. Да и нелогично в первом же здании давать такой доступ всяким бобрам. Ты с собой броню, наверное, костюм таскаешь. Вроде она много весит. Вроде она ноль весит вообще. Только что посмотрел на нее. Вес ноль. Бафаут. Ребят, я не ожидал, что тупик будет достигнут так быстро. Хорошо же начали. Такая подстава. Ладно, допустим. Попробуем мыслить логически. У нас есть терминал. Отсутствует допуск. Есть этот терминал, где кроме тревоги есть команда «Открыть шлюз». Но мне не хватает доступа. Доступ запрещен. Логично, что доступ может появиться, если открывать его из... Из консоли управляющего. Она находится в самом верху. Я понимаю, что проговариваю такие прописные истины, но, может, это как-то поможет в логике. Я туда иду, продвигаюсь, убиваю разных гулей. Здесь три этажа. Убиваем, гулей, убиваем, убиваем. Убиваем, заходим. Берем глобус, естественно, потому что без него никак. Мясо Брамина особо не интересует. Папка. Папка тоже... Ай! Да, иду, в общем, я иду. Ты мог что-то туда загрузить. Вот. В первую консоль мог что-то загрузить? Или в консоль управляющего? Здесь тупичок к лифту, который не работает. Убивали, убивали гулей. Поднимаемся на третий ярус. Здесь несколько... Ну, тут возврат. Гули прыгали, обходили сзади. Тут не работающая, в очередной раз повторяю, консоль. Слушайте, а что у него тут? Просто бутафорская тема. Карандаш, карандаш. Рискарик. Письменный стол пуст. Сохранились, да? Это сохранился. Еще разок. Так, мне еще инфо. Пропавший патруль, источник сигнала. Да вроде сюда. Нет, есть еще вероятность, знаете, какая? Что не здесь, в принципе, погибший патруль. И что я сигнал не так детально исследовал. И что, типа, в медтек мне еще рано. Есть еще такая версия. Ну, потому что, когда я подходил, действительно, сигнал усиливался, но... Картотеки пустые. Радиация. Ну, и терминал руководства. Никак. Еще есть вариант, что не выполнено какое-то условие для открытия шлюз. Например, там нет электричества, не зато... Но об этом обычно говорят. Потрепанный планшет. Беру ручка, письменный стол. Ручка. Да. Ничего, в общем-то, нового. Туда я спускался, там все проверял. Позолоченная зажигалка. Давайте тогда я выхожу отсюда нафиг. Обыщу здание вокруг. Ну, потому что есть действительно вероятность, что не здесь пропавший патруль, не здесь квест, а сюда мы можем вернуться, когда получим определенный доступ. Пишет же, что требуется пароль Джейкоба, надо найти. Да, хорошо. Ключ Джейкоба нужен. Маркер показывает, что нам выходить нужно, поэтому давайте ливнем из лабы. Кстати, на выходе еще был тот гуль, который вообще не убивался никаким образом. Ну, то есть он убивался очень долго. Если вы встречаете противника, который очень сильно превышает вас по левелу, так же как в Скайриме, у него там такой черепок напротив ХП. Уже двух таких встречал. Один из них был вот здесь вот на входе. Слышим сигнал бедствия на заднем фоне. Периодически, да, сигнал 21,7. Ослабевает он. Пропал. Найден. Пять. Ну, тут будет по 30 уже у входа. Может быть, вообще обойти. 38,9. Так, а маркер куда меня отправляет-то? What? Реально, мне может быть... Так, берем другой маркер. Нереально посылают сейчас вообще в другое место. Может, действительно я не смогу... В даймонд-сити посылают? Нехило. Так далеко меня давно не посылали. Мне туда нужно по основному квесту, но, видимо... Видимо, только там я смогу ключ получить. Обойду здание на всякий случай. Заодно, проводя замеры по уровню сигнала бедствия, 43 был последним. Кажется, ослабевает. Да, 16. То есть, патруль внутри. Точно внутри. Не в даймонд-сити. Это, говорят, другое. А метка... А, нет, вот. Найти разведгруппу. Понятно. Вот он, маркер, рядышком стоит. Истина где-то рядом, короче. Меня посылают на тот же самый вход. Вот 40 метров. Мне туда возвращаться нужно. О-о-о-о! Погода хорошая. Да не внутри, а правее входа. Отойди, там глянь. Так я ж отбежал. Тут, в принципе, входа нет. Ничего, ящик, мусорный бак. Тупик. Это вообще что-то вроде распределительной... Ну, короче, щитка высоковольтного. Сзади тоже ничего. Хм. Так. Найти источник сигнала, помощи, найти разведгруппу. Подзадание нет. От здания вправо. Ну, туда даже маркера нет, понимаете? А источник сигнала находится явно внутри. Давайте расширим зону поиска. Тут верстак стоит еще. Можно было бы прогрейдить пушку. Я брался грейдить карабин, но... Но нет. Золотые часы беру. Сигнал ослабевает. Чуть повыше. Стоянка. Пищит же активнее. Два стимулятора. Хорошо. Там правее было 56. Серьезно? Мочи их. Кого заметил? Ой, псы. Так, только не в голову. Давай-ка в другую, которая бежит к нам. Поехали. Карабин хороший, дистанция имеет. Стрельбы. И может быть имеет смысл на него более качественный прицел поставить. А на ближнюю дистанцию взять пистолет или дробовик какой-нибудь. 52, да. Короче, Мэдтек, это... Там нет пропавшей группы. Еще сильнее. Еще сильнее. Так. 81. Что бы я без чата делал, а? Трупы вижу. А вот и она. Ничего себе. Нашли источник сигнала. Глазапись с поля боя. Жетон рыцаря. Батарейка лазерный карабин улучшенный. Форма БС. Беру, естественно, запись. Беру жетон. Беру батарею. Давайте подробнее посмотрим, что за карабин, что за форма. Сопротивляемость единички, пятерка, пятерка. Кажется, форму мы оденем уже будет хорошо. Он не заменит текущие вещи, но добавит 5,5 к энерго, и к радиации, и один от физики. А лазерный карабин улучшенный... Не знаю, что здесь улучшено. В любом случае, берем. Слишком много вещей, не можете двигаться. Хорошо. Для начала берем... Стопа раскрашенную для правой руки. А, урон животных, ясно. Заменил я ее. Форма БС. Да. Форма БС действительно пошла поверх... Ну, в смысле, легла под, точнее, под всякие улучшения. Теперь я не голый. Это очень хорошо. Негр там охотится за собаками. Аварийный пульсатор берем. Радиациям. Выгоревшая силовая броня. Приварена намертво. Так, как будто... Какой-то взрыв произошел. Только вот непонятно... С чего воронка. Ну, то есть, откуда прилетела. Так, пес. Стоять. Накоплена, кстати, была еще критическая атака. Две... Ну, две их уже есть. Мне сейчас нужно негру сдать... Стой, иди сюда. Обмен. Надо, чтобы кое-что ты понес. Ё-моё. Мои предметы, мое оружие. Давайте скинем оружие, потому что... Ну, то, чем не пользуюсь. Например, сфокусированный институтский карабин. Вес семерочка. И я энергооружием буду пользоваться этим праведным властелином. Простой лазерный карабин. Компенсированный, гладкоствольный, тяжелый. Скинули. И уже хорошо. Уже можно бегать. Осматриваемся вокруг, видим сейф. Средний уровень сложности. Ой. Черт. Открыли. Изолента, осколочная, психа... Все пригодится. Надо будет скинуть, разобрать весь хлам. Патрон дробивика, огнетушитель. Патрон для гамма-пушки. Гамма-пушка тоже, судя по всему, лучевое оружие. Но я не встречал. В принципе, для квеста нам осталось только вернуться в лагерь братства. Единственное, что тут еще есть... Не, не буду брать. Это не очень хорошее оружие. Поехали. Сдать два квеста. Оба они находятся в... В братстве, да? Идем сразу в полицейский участок. Посмотри, голозапись. Да, кстати, надо... В конце концов, квестовый предмет. Узнать, что здесь произошло. Не задаваться глупимыми вопросами. Откуда пролетело, как так? Запись послушай. Сейчас и будет. Запусти запись. Запись. Посмотри. И надо негра сейчас поменять. То есть, сейчас, во-первых, сдадим квесты, получим, скорее всего, 11-й левел. На 11-м левеле, кажется, я смогу прокачать до 2-го уровня какой-то из своих основных перков. Далее мы идем в деревню. Скидываем весь хлам. Разбираем, точнее, на запчасти. Карабин. Карабин, возможно, усилим, потому что он мне понравился. Избавимся от негра, возьмем верного пса, который по всем параметрам просто этого негра уделывали. Харизма, мех, уши, полезность в бою. Тем более, пёс явно лучше проработан. По крайней мере, он ничего не говорит. Соответственно, минусы за диалоги ему ставить не за что. Димон, 3-2-2-3. Привет тебе. Спасибо, что смотрит. Смотришь. Начну я со сдачи квеста... Девчонки. Найти бы я только здесь. Чтобы не рыскать под двум-трем этажем. Да, вот она. Я её не узнал сзади. Да-да-да, я всё нашёл. Вот, посмотри. Что у меня с... Тень так падает странно. Крышки. Далее. Это минорное задание. Экспы завезли. Почти 11-й левел. А давай новое задание. Кажется, это задача на зачистке просто. И теперь... О, дали левел. Если вы не видели сенсы, терминуй их с экстримой проживаниями. Мы не берем жителей. Так, во-первых, запись. Послушаем. Предметы... Разные. Вечный дневник скриптера. Это вроде не то. Это Хайлина. Это как раз она. Господи. О, была запись в поле боя. Надо запоминать название, чтобы проще было искать. Мы на улице. Мы отнимаем. Мы отнимаем 5-1. Пархам, сообщение. Порошее до 5%. Мы должны скрыть армой. Мы не можем их иметь. Пархам! Я понял, что противников было слишком много, что какая-то система самоуничтожения запустилась и про какую-то еще военную базу говорили. И у нас обновилось задание, что Дансу не обязательно сейчас создавать квест, не обязательно ему рассказывать о том, что осмотреть тренировочную площадку национальной гвардии. Три года назад братство отправило содружество в разведгруппу. Та пропала. Паладин попросил разыскать. Это понятно. Может, сначала тогда посмотрим, что случилось. Не доверяю этому Дансу. Субтитры работают. А, пип-бои уберешь, субтитры будут. Понятно, с пип-боем слушать записи не очень удобно на английском языке. Буду знать, спасибо. Так, ну, пока действуем по плану. Возвращаемся, во-первых, в Sanctuary. Разбираем хлам. Убираем железки, забираем железки у негра. Сначала забираем, соответственно, железки у негра, потом разбираем хлам. Торговца бы еще где-то встретить. И вспомнить, куда отправилась собака. Кто-нибудь вспомнит? Она где-то там нас ждет в каком-то поселении. Пса не забудь. Да, пес. Пес, он важен. Так, давай-ка мне все, что у тебя есть, взять все. Конечно, хочу взять все. Бежать-то я не могу, но зато могу дойти до мастерской и сохранить весь хлам. Все, уже хорошо. Разобрали всякую хрень. Уже можем бегать. Но запаса по весу нет практически никакого. Это плохо. Так, разобраться, блин, бы мне с сортировкой. Больше всего весит толстяк. Может, поразбирать пушки вот эти вот никчемные? Очень много всего. А, и хламатрон. Хламатрон не стоит разбирать. Он когда-нибудь может пригодиться. Пушка, которая заряжается всяким хламом. Но вроде как пожмякай на надпись «Мои предметы». Будет сортировка. Оружие, одежда, помощь. Мои разные модификации. Так, я понимаю, я хочу просто все отсортировать по весам. Заряди расчески в хламатрон, приши пару рублей из него. Да. Давайте тогда поразбираем. Или попродаем лучше. Нет, продажи тут фиговые. Выходим. Инвентарь. Одежда. Нет, давайте с оружия начнем. Нет, лучше разбирать его на верстаке для оружия. Броня. Оружие. Там, по крайней мере, сталь получится какая-то, да? Так, компенсированный пистолет. Он не в любимых находится. Гладкоствольный точно разбираем. Сталь получаем. С патроником карабин тоже. Лазерный карабин. Лазерный карабин. А если... Я могу в модификации... О, модуль БТ-волн. Урон от пламени. О, я чувствую, сейчас мы прогрейдим пушки. Лазерный карабин надо разбирать, видимо. Потому что есть... Есть, опять же... И сфокусированные институции тоже надо разбирать. Пластмасса жалко. Такие вещи лучше продавать. Ладно. Этот в любимых. Поэтому продаем компенсированный... Этот пистолет. Лазерный карабин тоже удаляем. Винтовочку оставим. Властелина. Властелина, да. Боевой, да. Вопрос только сейчас в сфокусированном институтском. По модификации у него... Средний прицел. Просто если я меняю, ставлю штатный прицел, мне же не возвращается средний, правильно? Не возвращается. Так что я не могу модификаторы с оружия снять. Поэтому разбираю. Жалко. Разбираю, не жалей. Есть перк, с помощью которого можно нормально разбирать вещи и норм... Угу. Да. Помню такой перк. Сейчас на него, кстати, посмотрим. Так, это что касается оружия. Окей, выходим. Сейчас поразбираем арморы, которые не нужны. Вместительная куртка... Я ее не использую, модифицировал, но... Но нет. Кожа текстиль. Закаленные, когда-то ее крафтилы, разбираем. Раскрашенные тоже разбираем. Шахтерскую каску убираем. Можно попробовать мод навесить. Нет, кожи мало. Броня для слабаков. Давайте лучше сконцентрируемся на карабине и на медификаторах для карабина. Прицельный боевой карабин. Что на нем висит? Стандартный ресивер. То есть ничего, ничего экстраординарного. Меньший вес, уменьшенный урон не устраивает. Тяжелый ресивер, больший вес, увеличенный урон хорошо. Но урон увеличится буквально на трешечку. О, а увеличение урона от критических попаданий это интересно. Потому что криты у меня в двойном экземпляре и с повышенным уроном. Тут просто увеличение урона. Укрепленный ресивер. Бронебойный, усиленный, чувствительность, калиброванный. Короче, нижний модификатор не берем. Берем либо просто увеличение урона, либо увеличение урона от критов. О, тут 41. Слушайте, 41. Давайте укрепленный ресивер возьмем. Болт, клей, масло, сталь, шестеренки. Болт, клей. Тут нет абсолютных цифр. Увеличение урона от критических выстрелов. Насколько? Чтобы хоть какую-то калькуляцию произвести. А вот если мы берем укрепленный ресивер, то можно точно сказать, что пушка практически на треть увеличит свою мощность. Это меня вполне устраивает. Создаем. Кроме ресивера можно посмотреть на ствол. Повышенная точность стрельбы от бедра. Превосходная точность... Дальность и точность стрельбы. Уменьшенная отдача. Низкая точность стрельбы от бедра. Длинный ствол ставим. Прицельно будем мочить. В голову. Болт, клей, сталь. Так. Ложим. Нет. И по магазинам тоже никак не сделать. Нужно фанатика оружия прокачать. Мушка есть стандартная. Можно штык еще сделать, но не укладывается в концепцию. А ложа что дает? Ослабленная отдача. Слабая отдача. Улучшенная точность при прицеливании. Исключительно слабая отдача. Слабая отдача это, видимо, ствол не будет задираться после каждого выстрела. Он особо, кстати, не задирается. Хорошо. Если мы возьмем еще... Попробуем прогрейдить праведного властелина. Стандартный конденсатор, который влияет на мощность. Фотонный. Повышенная точность критических выстрелов. Величенный урон от них. Кристалл, проводка, пластмасса, болт. Модулятор бета-волн. Урон от пламени. Величенная дальность стрельбы. На самом деле, от пластилина мне... Не, можно сделать из него что-то наподобие снайперки? Вполне, кстати. Возьмем прицел какой-нибудь короткий оптический. И вперед. Меткость повысится. Так, а что у нас на ближней дистанции? На ближней дистанции пистоль неплохой. И пулемет. Который... Еще за птичьей. Странные на ближней... Мне не нужна, в принципе, ближняя дистанция. Мне нужны средние и дальние. На средний будет карабин. На дальний можно властелина прогрейдить. Конденсатор. Фотонный возбудитель. Может, науку прокачаем? Тут для большого количества крафта необходима наука. Посмотрим, есть ли у меня возможность это сделать. Наука. Наука у нас где-то, кажется, в интеллекте. В интеллекте... В интеллекте должна быть по логике. Физик-ядерщики. Не должно быть так... Так... Так низко. Причем я смотрел его на прошлый транссет где-то в середине. Наука. Оружейник. Ванс. Нет, комплекты. Хакер. Хлам. Наука. Интаж исторка. Для модификации в этих технологичного оружия. Не светит от тебя, Михаил. Не светит. Я уберу все равно перк идиота. Не, не могу. Нет, могу. Да, вот он. На 11-м левеле. Любое действие может принести в 5 раз больше опыта. Чем ниже интеллект, тем выше вероятность успеха. Работаем. Но придется, видимо, отказаться временно от грейда энергетического оружия. Жалк. Тогда праведному властелину делаем стандартные модификации. Например, точность критов и увеличенный урон от них. Болт, клей, кристалл, пасмасса, ок. Дальше ствол не трогаем. Ложа полная, точность уменьшения. Да, прицельное оружие у нас будет. Тогда нужно сделать короткий оптический прицел. Или все-таки улучшенный прицел. Нет, оптику делаем. Ну, здесь больше ничего не сделать. Хорошо. Энергопушку прогрейдили, карабин прогрейдили. Возможно, грейдануть пистоль. Хотя он мне, в принципе, устраивает. На нем есть разные обвесы, длинный ствол, чувствительный ресивер, рукоятка. Кстати, штатная стоит. Уменьшение отдачи от бедра, точность бедра. Нет, не нужно мне от бедра от него стрелять. Он в ватте стреляет. Быстросъемный магазин стоит. Коллиматорный прицел, окружность стоит. И можно поставить компенсатор. Слабая дача, улучшенный контроль над отдачей. Уменьшенная дальность стрельбы не подойдет. Пистолет устраивает. Что осталось? Осталось взять пса, скинуть ему пару тяжелых пушек. Кто-нибудь помнит? Кто-нибудь помнит, где пес? В каком месте? Он нас где-то ждет. Вопрос, где? Может, на стоянке? Может, в Конкорде? Там было три места, куда пес мог свалить. В доме еще. Ну, значит, тогда на стоянку поехали. Там же мой дом. Привет, мужик. 11 часов сегодня победим. Посмотрим, как пойдет. Там, где робота своего встретил. Хрома керри бит. А, я же свет не включил. Дополнительно. Сейчас должно быть получше. У пса, кстати, тоже что-то есть по шмоткам. Ну, по всякому хламу. Ищем пса. Пес. А, вот он. Вот он, вот он, вот он. Друг. Давай, пойдем со мной. Негр не очень. Так, а этого отправляем в Сенчери Хиллс. Пусть работает. Там как раз морковку посадили. Кстати, надо было там тоже посадить. Я хочу обмен. Да. Что у него есть? Банка с краской. Винстон. Глокостол и ресивер с тяжелой рамой. Оптический прицел. Неплохо. Скидываем ему толстяка. Слишком тяжело. Не скидываем мы ему ничего. Да, я зря, кстати, куртку разобрал. Она нам не была. И вес сократился. Придется для... Для того, чтобы все было правильно, вернуться сейчас, взять у пса хлам и повторить то же самое действие, что мы сделали с Некром. То есть разобрать хламы, получить запчасти для различных модификаций и потом псу вернуть наиболее ценные вещи, которые вроде как и разбирать и продавать не хочется, а вроде как и... Пес. Пес. Давай-ка. Беру все. Эть, эть, эть. Доходим. 339. Убираем хлам, остается 300 просто, 300. Сколько у меня трешачка, пес. Слушай, нет, давайте сейчас мы разберем. Оружейный верстак там наверняка. Вот пять гладкоствольных пистолетов. Дробовики, миниганы, все за сталь. Надо продавать, это мы не в деньгах счастья. Это любимые-любимые-любимые. Хламатрон ему скинем. Окей. Теперь то же самое делаем по армору. Возможно, кстати, там будет что-нибудь по защите комбинезона-бежища. Разбираем. Разбираем. Армора не так много. Да, выйдем. Кстати, у меня уже сейчас нет перегруза. То есть, даже меняемся. Пес хорош. Скидываем толстяка. Пробую опять, блин, сортировать. И опять не выходит. Скидываем мой хламатрон. Ну, в принципе, уже 80 свободного веса есть. Противогазы штурмовые. Костюм бродяги как-то затесался. Ракетницу оставим. Дорожная кожаная одежда. Все равно хлам есть. Афаут. Да, бобровская брашка. Реально. Бобровская брашка. Мне не показалось. Помните бутылку, о которой говорил? Бобровская брашка. Реально. Бобровская брашка. Вот это молодцы. Знают, как найти подход к бобру. Вино, винт, ядер, кола, глюконафт. Удача увеличивает харизму и силы минус 2. Готовые завтраки. Варвары. Ладно, поехали. Итак, улучшили оружие. Скинули хлам. Можем, кстати, посадить сейчас по квесту. Опять Сим Сити начинается. Питание. Вроде как у меня появились там какие-то... Опять я в питание захожу. Ресурсы это. А не питание. Пища. Есть что-нибудь? О, вот. Мутофрукт. 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 Сажаю. Сажаю. Посадил. А сколько там процентов? Еще по пище. 90. Блин. Не хватает. А что еще завалялось? Нет, нифига. Ни кукурузы, ни арбуза, ничего. Окей. Сейчас я в обход этого... Как его там зовут там? Из братства стали. В обход данца пойду сам осматривать тренировочную площадку национальной гвардии. Для того, чтобы проявить, собственно, характер. Показать, что... Так, это не обязательно. А где? Ага, вот он маркер. Тренировочная площадка национальной гвардии. Переношусь в Мэттек. А когда город будешь строить? Есть... Это вообще в планах, говорят. Потом можно будет даже караваны пускать между своими городами. Я в самом начале трансляции говорил про то, что пока мне эта часть игры не очень понятна и интересна. Потому что в голове не вяжется по логике. Зачем это делать в данном случае матери, которая ищет своего ребенка и вокруг вообще никого не знает. На какой черт ей тратить время и заниматься строительством кровати и обустройством водопровода и прочего для абсолютно незнакомых ей людей, которые только делают, что ее используют для выполнения своих миссий. Да, это типа хорошо. Но, повторюсь, в первом-втором фоллауте было стойкое ощущение, когда ты играешь, что ты здесь никому нафиг не нужен. И что мир вокруг тебя, он живет по своим законам, и ты можешь делать, в принципе, сам все, что хочешь. У главного героя, ну или героини, в зависимости от того, кого выбрали, есть главная задача. И создатели игры в самом начале показали смерть супруга, похищение ребенка. И после этого всего заниматься выращиванием томатов для непонятных людей, кажется, мне действием нелогичным. Ну и мне, в принципе, не очень нравится работать в огороде. Опа! Тут радиация. Причем такая нехилая радиация. По сюжету, но вполне может делать это для города, чтобы потом туда вернуться со своим сыном. Потом... Нет, вообще ты не шаришь абсолютно. То есть у родителя нет такого понятия, чтобы потом вернуться за сыном или дочерью, когда его нет рядом. Что за чушь? То есть ты сначала выполняешь главную задачу, а потом уже думаешь о том, где бы там жить, и выбираешь место. Да, сначала там построить хорошее место, вырастить картоху, а потом сына спасем. Так, стоп, 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 стоп. Так, у нас все плохо. Во-первых, работают турели. Ну и какая здесь картошка может быть, понимаете? Это фоллаут, это постапокалипсис. Ты пробыл в криокамере черт знает сколько времени. Выходишь, никого не знаешь. Знаешь только то, что у тебя убили мужа и взяли сына. А вы мне затираете о какой-то картошке. Что за чушь? Даже в мирное время никто никому ничего не должен. Люди, эгоисты, понимаете? А когда ты выходишь, вообще мир поменялся, ты никого не знаешь. И тут у тебя забирают сына и убивают мужа. Все, о чем ты думаешь, это как спасти ее, а не как сажать картоху неблагодарным поселенцам. Поэтому я бы спросил у товарища, который креативом занимался. Нафига создали эту часть игры? Вот. Поэтому я не очень хочу пока что заниматься выращиванием. Так, стоп, только не говорите, что я не записался. Автосейвы не завезли? Нет? Завезли. Фух. Я просто квик лоуд сделал. На самом деле автосейв происходит при переходе в любой из локаций, поэтому сейчас при выходе из локим... Вот тебе картошка, наверное. Не пугай тогда, я сам напугался. Я там у негра все изъял, продал, проревизировал. Собаку взял, то же самое сделал. Уже пошел. Все нормально. Пес со мной? Главное. Пес. Да, хорош. Ну, значит, все ок. Переносимся в MadTech Research. Research. И едем дальше. Сажай картошку, ты помогаешь детям. Отлично. Говорит человек с никнеймом Доброе Зло. Стрелки – самые организованные наемники Содружества. Они опытные, беспринципные, готовы взяться за любое дело. Если гонорар окажется, бла-бла-бла. Используя оптический прицел высокой кратности, вы перемещаетесь медленней, но можете точнее стрелять. Что за кровати на улице? Если кислотный дождь, когда люди спят. Место кровати, в общем-то, и обусловлено моим отношением. Это, знаете, как ты делаешь то, что тебя заставляют делать, без какой-либо абсолютно мотивации. Делаешь, ну, как бы, абы как. И так, ой, нет. Не в нашем случае. В нашем случае все делается на сайте с душой. С любовью и заботой о любимых пользователях. Погода отличная. Да, это протест мой, да, протест. Окей. И вроде не штормит сейчас. Как по мне, чем больше, чем больше вижен, тем лучше. Так, это как раз тот самый. Я лучше с карабина постреляю. Патронов больше. Опа, вижу. Тренировочная площадка национальной гвардии. А можно мне, пожалуйста... Да, не попадешь. Хотя я тоже урон наношу такой, что... Опа, 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 пай. Хреновенько. Собака нормально агрит на себя. Дикие гули работают вместе с туретками. А у них тут коопчик наметился. На туретку надо расстреливать. Причем она меня не замечает и периодически получает... Х2. От скрытой атаки. Перезарадочка. Ну и по столсу пойдем. Туман, конечно, туман. Оп, слышу. Слышу пса своего. Внимание. Тихо. Тридцать метров прямо по курсу. Вау! В прошлый раз меня это и убило. Но что это? Единоразовая какая-то акция? Или какая-то ракетная турель стреляет? Но меня сейчас не видят. Там бункер какой-то. Найден источник сигнала бедствия. Сигнал бедствия включаем. Не скули, все нормально будет. Это бы здание тоже обыскать. Дверь не открывается. Можно зайти повыше. Еще одно разрушенное здание. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, сигнал бедствия пропал. Ну, я в курсе, куда надо идти. Опасность. Какая опасность? Это редко, судя по звукам. Оп, понял. Понял, понял, понял. Был неправ. Так, давайте попробуем наверх забраться. А то редко вроде нас здесь не видят. Сейв, да, сейв точно. О, не так давно тут пункт приготовления пищи. Подробнее. А, то есть тут можно брать, наверное, всякие, всякие мясные штуки, жарить их и получать то, о чем говорили тоже в чатике. Уже нерадиоактивные и мясо рад скорпиона скидываем. Наливные яблочки. Мясо рад таракана. Сохранить. Ой. А, нельзя использовать, пока идет бой. Я понял. Я тебя понял. Надо найти место, чтобы он не попадал. Ну, вот так, например. А мы ему навешиваем. Хотя я что-то не попадаю, кажется. Ну, успокойся, ну. Да, я реально в балку попадаю просто. Попробуем... А что не подползти? Нет, не подползти. Невидимая стена преградила мне здесь путь. О, по голове попали. Я вижу очки здоровья, вижу, что все плохо. Аркажу как могу, все. Теперь используем стимулятор. Варим. А, ну ясно. Мясные блюда. Жареный рад таракан. Омлет из Рад Скорпиона. Сплошь и рядом деликатесы. Стейк из Рад Скорпиона. А что он дает? Призвать опять к сопротивляемости от энергии на час. Вот это да. Вот это повезло. Так, выходим отсюда. Забираем из котелка то, что мы вручную туда накидали. Яблочки наливные. Очищенную воду. Очищенная вода получается из грязной воды в количестве трех штук. Как это так происходит, сказать сложно. Но супы. Суп из белки. Игуаны. Чашка с лапшой. Клейстер? Ты издеваешься? Клейстер жрать? А что по мясным блюдам сегодня у нас подают? А больше ничего. Окей. Котелок варит. Еще разок стимуляторам. Сейф и наверх. Пробуем забраться, понять где вход. Нам вот в это здание. Поэтому вдруг... Вдруг вход с крышем. Такое бывает. Опа! Ничего себе! А как ты повернулся так-то креско, а? Вот это техника пошла. Собаку бьют. Собачка, живи! Карабин, может... Карабин, может... Может, лучевое. А давай в вастье посмотрим, что у него. Да, лучше энергооружем бить его. Ингибитор боевого режима. И кританем разок. Так. Второй выстрел будет? Почти убил. Можно было второй раз критануть. Тихо. Готово. Патронов мало. Батарейка не хватает. Но зато сверху осколочная граната, молотовая и мина. Ну и немножко патронов из туретки. Оп! Нифиге ли львы, а? Во-первых, я хочу... Собака, посмотрите, какая молодец собака. За ногу схватила. Отвлекла от бобра собака. Ноги там подкусывала. Вообще. Пес, ты лучший. Просто лучший. Знай это. Никакие негры с тобой не сравнятся. Крышка, позолоченная зажигалка беру. И спускаюсь вниз. Сейчас обойду, посмотрю, где вход. Можно было, кстати, отсюда спуститься. Пес реально хорош. Во-первых, он на себя внимание привлекает противников. С ног сбивает. Не тупит, как некоторые. Здесь нет входа. Жалко. Обходим, изучаем. Вот этот еще бункерочек меня настораживает. И на крыше, скорее всего, что-то есть. И внутри. Явно. И музыка еще такая пошла. Оп! Мина! Ой, Вася. А музыка-то неспроста, понимаете? Надо на такие темы внимания обращать. Ой, надо. Интересно, Минки-то можно? Блин, ее даже не заметишь. Или она сзади была? Показалось, наверное, в прошлый раз. Патроны для гамма-пушки, ядерная батарея, пара трупов. И комп какой-то. Ну, без возможности что-то с ним сделать. А где мина-то? Реально, где была мина? Я вот так шел, так шел. Зашел. Хм. Может, действительно показалось. У тебя на твиче игра Warcraft 3 Frozen Throne. Бывает. Так, нам нужно найти, каким образом зайти внутрь. С одной стороны здесь есть дверь, но она не открывается. Видно, что здесь есть консоль, которая дверь эту впоследствии откроет. Судя по всему, нам нужно пробраться вот туда вот внутрь, в эту подсобку. Но... Но как это сделать? Что случилось? Нет, никак. У нас после апокалипсиса с Евгением, не отвлекай, пожалуйста. Нужно найти, как зайти. Может быть, кстати, из соседнего здания это сделать? Конечно, все разрушено, но... В принципе, возможно, что будет какой-то проход. И вертолет бы осмотреть тоже. Так, здесь тоже может быть мина. Рядом с этим бункером. Да блин! Причем ждал. Начал сразу отступать. Надо, наверное, ее пытаться деактивировать, как только ты наступаешь на нее. Давайте еще разок, чтобы мины не было. Я тогда буду просто счастлив. Да, чертовы баги. Антирадин, винт. Да, мины после сейва пропадают. Пользуясь случаем, передаю привет разработчикам. Так, а на крыше я точно все просмотрел? Там вроде по центру было какое-то... Да вроде обошел его. Там не было двери. Но с другой стороны, как-то на крыше можно кроме этой лестницы добраться. Правильно? Нет, тут ничего. Не будем ему мешать. У него работа. Ну реально, с крыши не забраться. Наверх никак. Как мне попасть в это чертово здание? А, вот, из соседнего здания, вот отсюда. Все понял. Все-таки там есть проход. Либо обойти с той стороны, зайти в эту часть здания. Либо одно, как говорится, из двух. Да, ваше дивидио... Ну и туретка, конечно. Есть. Вербовочный центр национальной гвардии. Заходим. Нифига себе встреча. По голове проходимся с критом. Бах. Ланшот. Ой. Разок меня втроем в метро приняли. Я только захожу и сразу трое. Еще один стимулятор сжать. Сигнал помощи усиливается. Гули встают. Один там сверху я видел. Да, но по нему особо не попасть. Ладно, ну, в смысле, по голове не попасть. Бабах. Давно перк не срабатывал на... Тихо-тихо-тихо-тихо, слышишь? О, дикий гул. Легендарный дикий гуль. 22 уровня. Один выстрел на... Нет, что-то не то. По туловищу только с критом. Не грустно, да. Сейчас меня убьют. Офигеть, какой он дикий. Ваншот. Просто половина хп с куста. Так, для таких диких гулей мне нужно максимум очков действия. Мне нужны криты и более-менее нормальный запас здоровья. Да, ё-моё, я же тут... Так, давайте, знаете, что сделаем? Во-первых, что-нибудь радиоактивного дябнем. Прям вот, ух. Можно там поставить крышку минум, чтобы собрать пацанов. Или молотого кинуть. Бобровую брашку... Не-не, бобровую брашку на конец игры оставлю. Готовый завтрак. Радиация 25 раз. Радиация 25-2. Антир-1. И... Я буду непобедим. Отличные текстуры. О, подгрузились. Хорошо. Что мне нужно? О, так... Критонеллыч. Хотя я и так бы добил. Зачем Крит проспукал? Не знаю. О, сработал перк. Х5 по Х5. Так. Заходим, да? Заходим и работаем. Заходим и работаем. Работаем. Надо будет молотого поставить в... Или просто тупо мин накидать. Чтобы мин накидать, надо еще постараться. Берем оружие. Крышка мина есть. Молотого 13. Давайте лучше молотого. Реально. Древний глобус. Вижу. Не буду действия тратить. Ну, потому что это... Валерий. Ну, в смысле... Ой, а вот это не... А можно мину кинуть? У молотого. Отлично кинул. Минус рука. Стимпачнулся. Пес горит, но он бессмертен. Так, тут еще дикий гуляхотник. Но легендарного пока не было. Леджин. Wait for it. Дерри. Давно, кстати, не смотрел, как я встретил. Вашу ж маму. Крышка, жетон. Изолента военного образца. Ну, где ж ты мой легендарный-то, а? Нашли источник сигнала. Запись рыцаря Эстлин. Жетон, ядерный, автоматический лазерный пистолет. О, братство стали броня боевая для туловища. Ой-ой-ой, все. Смотрим. 15, 15, 15. А-а-а-а. Автоматический лазерный пистолет. Дальность отличная. Скорострельность великолепная. Урон хреновый, но это можно поправить. Но форма БС у меня есть. Так, и сразу же давайте послушаем. Инфо... Какая инфо? Предметы. Предметы разные. Эйстлин, да? Найтера Аслан, Браджерство Стива, Рекон Тим 429, Альфа. Сериал номер 3434. Аварийный передатчик. Три часа. Паладин и Фаррис, никаких вестей. Спутниковая антенна на побережье. Слишком далеко. Так, сейчас наденем мармор. А он вроде говорил, что они приходили на помощь. Что типа никто не пришел, а они пришли. Или это о другом? Бронебратство Стали. 15, 15, 15. 26, 18, 5. 43, 33, 20. Офигеть. А как я выгляжу-то? Ну... Не внушает страха на самом деле. Но это точно лучше, чем куртка. Вентилятор разберем. Тут баррикадировалось он до последнего момента. Вы видите. Дверь выбивали. Причем именно ломали дверь. Верхняя часть сбита. И гули все-таки к ней прорвались. Жалко. Ладно, возьму еще форму БС. А, гуль от коктейля сгорел? О-хо-хо! Нет, не сгорел. Он тут нет этого... Этого гуля. Там должен был быть легендарный гуль. То есть, либо он не заспаунился просто. Либо, как говорится, он меня ждет дальше. Выше, то бишь. Это, кажется, выход... Хакер нужен. Жалко. Но я аккуратненько, потому что гуль может быть все-таки сверху где-то. Вазу беру. Да я все собираю. Вентилятор, консольчиком. Пивасик, пишущая машинка. Проходим. Вентилятор. Консоль не работает. Пес немножко заскучал. Это спуск сразу вниз. Как с минами. Ну, жалко, конечно, терять такого гуля, что из него же выпадает предмет. О, сейф в стене, да? Да, сейф в среднем. Отлично. Нет. Нет. Блин, зачем так резко-то? Аккуратней. Нежнее, Михаил. Вот так вот как-то откроется. Кринцы должен, да? Да. Гладкоствольный пистолет. Лесом идет. Патрон для гамма-пушки, да. Дробовик, да. Ракета. Патроны и ракета, да? Да, да. Небольшой совет. Тебе нельзя умирать, чтобы не пересей вливаться. Спаун крупных мобов, случайное событие. А, поэтому и в тот раз не появился этот зомбарь, который меня... Меня... Опа, что это такое? Стоп. Что-то тут было. Пароль офицера национальной гвардии. Какой пароль? Пароль. Пароль. Офицера национальной гвардии. Может, это тот, который консольку мне сейчас откроет? Осмотреть? Да, понятно. Отличный пароль. Ну и получается, я спускаюсь вниз, пытаюсь открыть... Пытаюсь открыть эту консолечку с помощью пароля. Вряд ли получится. Не, получается, нормально. Требуется пароль. Ой, секунду. Готово, да. Действительно, этот пароль подходит. Открываем дверь. И в этот раз пронесло. Не нужен такой уровень науки, чтобы пройти чуть дальше. Тренировочная площадка. Выходим. Оп, тихо. Ну что, работаем по голове, получается, да? Нет, давай по туловищу. Надежный, думаю, просто. С трех выстрелов точно убьем. Второго, правда, придется... Какие же они жесткие, да? Пока не срабатывает перк на восстановление... Ой, убить же можно просто. Пес молодец. Пес сбил. Но придется еще один стимулятор использовать. Я парочку там, конечно, нашел. Зажигалку берем ее. Разобрать тоже можно. И открываем дверь. Казармы проходим. А казармы это то самое здание, в котором мы не могли по-другому пройти. Вот эти гули, они в проходной. Ну, то есть в соединительном помещении между этими двумя зданиями находились. Так что... Так, стоп, аккуратно. Еще один стимулятор. Можно было взять... О, легендарный гуль! Пожиратель. Так, давай-ка мы... Ку... Нет, назад. Сразу делаем помощь. Сразу винтецким закидываемся. Бопаутом закидываемся. Ах, зависимость. Возникла. Придется избавляться от нее. Дальше что? Дальше необходимо, используя критические удары, попытаться сократить максимальное расстояние до него. И огнестрельным оружием, ориентировочно к карабинам, нанести как можно точнее выстрелы в голову с критом. То есть это тап, это куб, это голова. Пока собака отвлекает, правда, его. Крит второй не заполнен. За ногу цапкает, смотрите, за ногу. За ногу давай! Как у меня кот прям. Женьку. Валит его он. Блин, пес вообще шикарен. Работаем по телу. Настреливаем себе на крит. Вин больше не действует. Там что если новости? Так, все, надо работать по голове. Или подождем еще, у него дофига еще здоровья. Кажется, он сейчас собаку будет бить пока еще. Да, тогда... Да, ой, пес хорош. Снова повалил его. Сейчас добьем, 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 добьем. По туловищу просто с... Давай с критом садим. Минус. Надо излечиться от зависимости. Там наверняка штрафы идут. Берем шпильку. Берем с легендарного оптическая... Оптическая кожаная броня. What? Оптическая кожаная броня для левой ноги. Оптическая кожаная... Пацаны, оптическая кожаная броня. Оптическая... Вдумайтесь просто. Оптическая кожаная броня. Оптическая, Карл, оптическая броня. Что ж ты делаешь-то? Врагам сложнее вас заметить, если вы находитесь в режиме скрытности и не двигаетесь. Оптическая. Оптическая. Окей. Хорошо, одеваем. И больше стелса у нас будет. Да и она по армору кручим. Все, отлично. Работаем. Карабин пустой, правда. Надо переключаться... А что с пистолетом? На пистолет переключимся. Так, стоп. А что у меня со скоростью перемещения? Перегруза нет. Нога не это самое. А, я под наркотой. Понятно. Смотрите, по голове... Ну, в смысле, по выражению лица видно, что со мной происходит. А можно посмотреть по... По статусам еще как-то. Показать эффекты Q, видимо. Бафаут. А, бафаут все еще работает. А дебафов нет. Как-то вообще я не это самое... Не двигаюсь. Чертов на рек. А мне, чтобы это убрать, нужно в... На столе алхимическом сделать... Слушайте, а может, у меня что-то есть из... Своих предметов по помощи. Чтобы снять зависимость. Глюконафт вряд ли поможет. Желательные резинки, чипсы. Нет, нет, нет. Вряд ли поможет вода простая. Пивасик тоже вряд ли. Только газировочку делать. А, кап зажат у меня был просто. Действительно, кап зажался, и я медленно бегаю. А, да. Уж. Тихо. Я слышу, как они бегают. Вижу, что встает дикий гуль. Пистолеты не очень высокая точность. Ну, ребят, ну собрались. Кажется, слева у меня сильнее... Нет, не сильнее. Да, по туловищу. По туловищу, к сожалению. Пистолет мало на мост. По сравнению с карабином, прям ощущается его. Пес, красавчик. Тихо. Стоп. Езжать. Перезарядочка пошла. Пес, красавчик. Так, есть крит, в общем-то. Три выстрела в голову. Нет, крита еще нет. Ой. Ё-моё. Патроны фоник не на... Оп, стоп. Ой, там легендарный опять. Светящийся. Не легендарный, а просто у него... У него черепок стоит на этом. Господи. Господи, что ж мне делать-то? Так, избавиться от молочевки, которая находится на втором ярусе. Сделать так, чтобы он меня не видел. Выбрать пушку... Господи, у него резисты такие. Молот его нужен. Молот его нужен. Светящиеся ушли. Да, забейся в угол. Это самое грамотное. Он пытается подняться, не получается. Давай-ка, пока у нас есть возможность, постреляем из винтовочки. А вот он уже здесь. Да как так-то? Ёп, РСТ. А ну стоять. Еще раз посмотрим. Фух, по ногам может. Какой по ногам? Ты один раз выстрелишь, и все. Два крита у тебя есть. Два крита, берешь пистолет. Да блин, даже обычный гуль. А, он плотный. Дикий гуль-охотник. Ой, все в цену. Надо падать вниз, я думаю, после этого. Стреляю в голову с критом. Но с одним. Два выстрела его должны добить. Добей, есть. Сейчас сразу падаем вниз. Ой, все, все. Все очень плохо. Еще радиация пошла. Короче, сейв пошел. Очень рандомный сейв, неправильный сейв. Ой, тут тупик. Ой, все. Ой, тут тупик. Все, молотовый пошел. Молотовый пошел. Застрял. Ваншот. Так, а теперь внимательно. Либо я сейчас начинаю жутко наркоманить. Опять. А-а-а-а. Нет. Этот-то не исчезает. Он не легендарный. Он просто высокого левела. Но их все равно надо как-то убивать. Понимаете? Ладно, я подожду. Тихо! Нет, я же замру. Я замру. Стреляю еще. Даже не добил его. Конечно. Капец. Да, там реально они быстро бегают. Или нереально быстро. Стоп. Э, по туловище, по туловище, по туловище, по туловище. Бам-бам. Дамаг вообще никакой. Нужны патроны для карабина. Нужно переключаться, наверное, на энерго. Стоп. Да, где? Нет нужных боеприпасов. Найс. Оп. Но у него сопротивляемость энергооружия. Очков действия не хватает. Это все. Это конец. Так. Как действовать? Вряд ли ты успеешь кинуть молотова. Нужно пистолет. И нужно стрелять по голове с критом. На максимально близкой. И с одной... И этот появился. Да е-мое. Короче, я хочу уйти. Я хочу уйти отсюда. Выпустите меня. Не забраться. Слева тупик. Три гули. Может, бафаут? Да, давай бафаут. Наркоманит, так наркоманит. Бафаут и винт закидываем. При этом берем оружие. Берем... Крышка мину. Убираем. И кидаем, кидаем, кидаем крышка мину. Крышка мину! Ну, крышка мину кидай! Крышка мину еще одну кидай! Ну, крышка мину! Так, взорвался один. Оп, стоп. Блин, вообще жесть. Еще один. Ёпареса Теда! Как так-то? Как так жить-то? Как жить-то так? Люди добрые! Зачем я туда спрыгнул? Зачем я там снизу сохранился? Как мне забраться наверх? Может, все-таки можно справа забраться наверх? Вот здесь, может, все-таки можно. Ну, ясно, можно, конечно. Короче, юзаем сразу... Винк. Увеличиваем скорость. Бафаут. Ой, я наркоман, конечно. Ой, наркоман. Два стимулятора юзнул. Прохожу. Пробую пройти, забраться наверх. Да прыгай, 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 Михаил! Теперь молотова кидай туда. Ну, молотова кидай. Отличный молотова, я считаю. Да, отличный молотова. Рубим по голове с критом. Может, ты еще разок ударишь? Отлично. Не удовольствую сейчас еще. Красавчик. Просто красавчик. Я застрял. Патронов нет. Так, ну план правильный. То есть, как только загружаемся, сразу пип-бой, сразу предметы помощь, бафаут и винт. Антир один. Стимулятор один. Берем молотова. Молотова. Кидаем. Ну, кидай. Нет, забираемся наверх. Отлично забрался наверх. Тут наверху светящиеся. Они не успели спуститься. Иногда рандомно они, блин, появляются. То есть рядом, то нет. Возможно, если легендарного рядом нет, стоит разобраться сначала с обычным. Там пес привлекает внимание, видите? Кританул разок. Ну да, кританул-то кританул-то кританул. Но они дикие. Ладно, убил. Хорошо. Сейф. Кидай молотова. Молотова кидай. Ну, молотова. Пошел молотовым. Патрона для пистолета нет. Патрона для карабина нет. Сзади туалет тупиковый. Достаю пулемет. Патрон не пиг... Не, ну нормально, дай мне. Только не хватит, скажи, с этого. Да. Ну, значит, я до сих пор не понял, блин, как правильно кидать молотова. Потому что... Так, достаем четверочку. Хорошо. Один. Перезарядился. Фу, хорошо, что я эту пушку оставил с миллионом патронов. Пес сидит, скучает наверху. Небольшая пауза. В экшене. Стимулятор антирадин. Музыка, конечно, нагнетает. Куда-то пропали еще 2-3 гули. Легендарный пожиратель. Блин, стоп. Легендарного надо мочить. Так. Беги, закидывайся опять. Винтом с бафаутом. И побежал, короче. Здесь пытаюсь молотова кинуть, их тем более двоим. Давай, кидай. Есть. У него... Восстановилось. Капец. У него здоровье восстановилось. Ну все, он сейчас уйдет. Так, нет, я не хочу. Я хочу его еще раз закупить. Еще винт. Мясо рад таракана. Наливные яблочки. Снятие всех зависимостей. Омлет из рад скорпиона. Нифига себе, наварил себе. Так, снимаем. Стимулятор. Стелс бой. И F5 еще. И работаем. Норм сейф вышел. Посмотрим еще раз. И еще разок. Так, сейчас пип-бой попробую включить. Ой, жив. Понятно. Ну, пип-бой включается. Так, хорошо. Так, предметы. Помощь. Бафаут можно. Сопротивление урона, да? Антирадин. Бафаут. Псих окажется сопротивлением урона еще. Ой. Ой. Ой, выжил, выжил, выжил. Пережил удар. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-ти отступаю просто назад пробую по крайней мере здесь убежать да отличный тупик перезарядка я мечтал я смогу выстрелить только один раз по голове только с критом а дальше только только умирать так надо закинуться и на отступление покидать минки предметы помощь бафаут антирадин меда x стимулятор дальше оружие крышка мина разворачиваемся разворачиваемся крышками на кидаем вот сюда вот крышку мину кидай крышку мину крышку мину у крышки мину твою тебя просто кино водил ну как так так чертов молотова крышка мина она то ставится то не ставится я в шоке просто то ли альт клик и отпустите альт то ли два раза альту ли как почему по ногам не стреляешь что не это самое не алё бафаут идет стимулятор еще один так теперь разворачиваемся альт молотова и не разворачиваемся просто идем спиной спиной и альт кидаем давай молотова иногда где там дверь кидай молотова молотова кидай 8 молотова кидай молотова так попробовать может забраться наверх от них потому что сзади тупик и не раскаетить мне никак бобер наркоман то есть теперь так уходим направо проходим проходим быстрее нам нужно время чтобы хп восстановилась прыгай 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 бобер прыгай 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 отступай перезаряжайся у вас о лично запрыгнул голова 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 один выстрел вообще ни о чем нельзя вы сокращать расстояние нельзя надо стрелять сверху по нему надо отстрелить все что так бафаут еще разок винт винт сверху я плотненько подсел а время уже замедлено понятным читая сажал еще зря пытаюсь перегруппироваться перезаряжаюсь главное свалиться в дырень еще так назад все сейф он идет он и самый тоже удачный сейф да блин опять тупики за спиной почему на собаку не сагрились тихо я сижу меня не видно я невидимый но нет меня нет меня нет нет а ты откуда здесь умираем опять пацаны умираем так ну я иду прямо направо и по коридору хитрый гуля где мой где мои нормальные пушки а где вот где мой блин патроны бежали побежали побежали да как так я же бежал то тогда попробуем из первой пушки мощнее будет помощнее помощнее если реально попробовать повыцеливать по ногам то можно и добиться успеха у них с одной стороны резисты к энергооружию хорошие но тихо зорька стоять нет не успеем по ногам вроде идет 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 как ты два удара два удара пацаны тихо кидаем молотова кидай 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 я знаешь ты можешь пошел первый пошел второй пошел третий четвертый жги его так как до 5 до 6 критой критоник и давай из лучевого но там ни рук ни ног ни черта нет о правда кто там еще стреляет как страшно господи ох ты паскуда крит есть давай было ой класс такие момент конечно игру любишь так еще кто-то бежит перезаряжаюсь собачку бьют а где легендарный то легендарный но это старый легендарный легендарный этот вообще здесь сдох либо этот либо дикий охотник что мне и лут или шли что ли он здесь же сдох где-то нормально а убил ты его а я убил видимо сильного не не легендарного а просто с черепком товарищем так давайте пушку возьму все-таки старую перезаряжусь что лучевое она видите как выручила меня сейчас здесь был лежал один год матический пистолет сигареты о консолька рабочая ничего си пароль инвестиционное управление дверью открыть хорошо что сюда заглянул так сейвы нужно делать в безопасном месте чтобы потом наркотиками не обкалываться антир один вижу еще ящик антир один x2 антир один тут конечно очень нужен что зомбари они такие радиоактивные спускаться вниз это типа возврат назад опа опа колбаси там гуля дикого причем я смогу с перком простреливать через они не смогу еще я не взял его что точности мало да блин реально слабая пушка и выцелиться никак видите даже по голове ты стреляешь обычный зомбарь несчастный если не пёс а пёс молодец эти валит его то доходят гады давай 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 почти уровень получили использую каян тир один потому что вы видите там какая тема прям по курсу еще ай там живой еще этот вон он стоп сейф светящийся ой сразу пол хп отлично засеялся капец брать лучевой а пытаться в голову пострелять сопротивление лучевому у него дикое что 5 молотова закидывать а давай что-то урона нет еще один светящийся снизу еще молотова себе две руки поджег а дикий гуль бродяга дошел не говоря уже о легендарном пожиратель еще один ну все это гдш ну просто нет нечему это товарищи не легендарные они просто хай-левельные мне их убивать надо видимо только молотова пошел раз молотова пошел два вижу он снизу сейчас будет забираться молотова пошел трис уровень молотова пошел четырес ой отходит слева но этого проще убить ну это дикий гуль бродяга просто правда тут еще один короче а прыгаю нафиг надо нет просто дикий гуль дикий гуль сзади тупичок у меня вообще весело сейчас будет пробеги 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 ты сможешь забирайся табуляции сейчас пип бой попробуем в предметах найти какую-нибудь осколочную гранату например поставить ее только естественно надо попытаться пошла пошла гранатом делая дикий застрял хорошо что застрял слева вроде никто не подходит поэтому не подошел а класс 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 капец пошел молотова один пошел молотова второй пошел молотова третий пошел молотова четвертый вот тут легендарный пожиратель да пошел последний молотова пятый и бой капец как классно то а осколочная граната сейчас будет работать надеюсь хорошо тут можно его кайтить из-за а где еще один там же он был тихо стоять боятся в легендарный там не гуф он просто после сэйва исчез и все крышечка у армейская форма так он светящийся возвращается на половина хп очень 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 много у него здоровья конечно а блин я мажем 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 Не всегда, конечно, но... Ой, руки уже отстреляны. А чем ты будешь меня бить-то, друг? У тебя рук нет. Зубами, что ли, кусать будет? Ну ладно, иди сюда, иди. Подходи, да, подходи. О, у меня стол сбой включается, когда я переседаю. Это не уж то из-за предмета того, типа, вас сложнее заметить. Ноги отстрелили. Ну тут хрен по ногам попадешь. Прицеливание, один выстрел только будет, и все. Одного не хватит точно, чтобы отстрелить. Да, давайте ноги отстрелим реально. Попробуем, вот сейчас он подойдет. Давай, 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 подходи, подходи, подходи. Давай, друг, давай, давай, давай. Кусайся, кусайся. Какие у него ноги плотные, а? Есть. Ну что, без рук, без ножек, да? Никак? Ну что ты сделаешь? 35 экспы. Лучше б я мух мочил. Крышечка, радиоактивная кровь, материал... Тут... Дикий гуль. И, соответственно, легендарного, как мы убедились, тоже нет. Топливо для огнемета. Ой, записаться бы. Я уже практически все... Там впереди еще есть враг. Судя по маркеру. Может быть, внизу, кстати... Может, внизу легендарный все еще жив. Не хочу падать. Вроде как это возврат назад. Но здесь-то тупик. Оп. Да, вот он, легендарный пожиратель. Так, легендарный пожиратель. Слушай, у меня тут точка есть интересная. Иди сюда. Ой, за ногу, за ногу. Давай по ногам, по ногам, по ногам. Пес. Отлично. Все, отстрелили ноги. А, он мертв, что ли? Агрессивный двуствольный дробовик. Легендарный. Дробаш, конечно, это не мое. 25% к урону и повреждению конечностей. Но усиленная отдача. Дробаш. Надо поэкспериментировать с дробашом. Класс. Фух, вот это да. Оружие. Агрессивный двуствольный. Урон 56. Скорострельный средний. Дальность, меткость никакая. Ну, нафиг она нужна. Вместо чего его поставить? Да куда угодно. Для карабина боевого нет. Например, вместо карабина. Потому что патронов нет. Кажется, у меня для дробовика, да, для дробовика 51 патрон. Можно выцеливаться. А что у него за модификаторы-то стоят? Вроде никаких вообще, да? Кроме там мушки для прицеливания. Хотя, может быть, и ее нет. Вы получили новый уровень. Ой, точно, спасибо. Итак, у нас новый уровень. 12. Взлом на 18. Этого взяли. Следующий будет на 34. Выселение критов на 15. Смерть на 19. Из... Это неинтересно. Это неинтересно. Это неинтересно. В восприятии пока откладываем все. В дальний ящик. По интеллекту. Можно медика взять. Чтоб лечение было получше. Но, наверное, не стоит новую. Там его развивать и развивать. Может быть, оставить на фанатик оружие на 13 на следующий левел. И тогда на 13 мы еще сможем взять... А что нам интересно? Сквозь стены уже не постреляем. Снайпер затаит дыхание, но нет. А, массированный огонь. Можем взять. Вероятность попадания за каждую повторную атаку в ту же часть тела. Очень хорошо подойдет для скорострельных пистолетов. Для карабина хорошо подойдет. Те, которые за очки действия 4-5 раз могут стрелять. Это классная штука. Тогда мы сможем стрелять просто повторно в одну и ту же часть тела. Ноги отстреливать. В голову гарантированно попадать. Вне зависимости от 10% вероятности. Но сейчас пока это мне не нужно. Потому что я с дробовиком. И у него скорострельность вообще никакая. И, в общем, как-то так. Так, а что дальше-то? У нас вроде как маркер-то стоит. Но нас отправляют вообще куда-то непонятно куда. Я иду назад. А, типа по... Так это получается тупик. Но тупик обычно в уровне он как-то еще... Ну, как бы это сказать там... Он каким-то ящиком заканчивается. Хотя тут легендарный товарищ был. Может быть это своего рода финальная точка. Здесь я был. Там я был. Тут я был. А, я дверь открыл. И я ввел здесь код. И открыл дверь. Сейф же. Какой сейф? Да, вот я где-то... Где-то, где-то что-то... Где-то что-то открыл. Меня посылают на выход. Но тут вроде в этом помещении сейфа-то не было. А, мне вон туда. Это не выход. Все-все-все. Правильно. Так что... Все нормально. Идем вперед. Идем вперед. Тут можно упасть, наверное, да, получается? И направо выходим. Окей. Фух. Лутай, говорят. Кого лутать? Че лутать? Там ядерные блоки. Кого лутать? Где ядерные блоки? Я трупы облутал. Ну, там один товарищ пишет. Не факт, что он прав. Куда мы вышли? А, мы вышли, собственно, в начало, да? Только, типа, открыть. Используем терминал у кровати. Сейчас откроем дверь и вернемся назад. Проверим там. Мы, в принципе, квест основной выполнили. Нашли эту даму. Но мы ее нашли в соседнем помещении. В соседнем помещении. А это уже следующее. То есть тут... У кровати ядерные блоки. Кровати, помню. Ядерных блоков не помним. Потертый козырек. Пусто. 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 Кофейная кружка. Часы. 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 О каких ядерных блоках ты говоришь? Рукача тут валяется. Модная щетка для волос. Ну, винты, кстати, есть. Они валяются. Ну. Мимо. Мимо. О чем ты говоришь? Какие ядерные блоки? Извини, тут не... Тут на макс-сложность и дали три ядерных блока. Понятно. У нас тоже макс-сложность, но, видимо, есть элемент рандома. Окей, выходим. Так, у нас есть дробаш легендарный. Который... Ну, хорошо себе зарекомендовал. Ну, правда, он не зарекомендовал себе нифига. Но мне стало понятно, что нужна... Стоп. А я что, не выполнил еще что-то? Осмотрите спутниковую станцию. Поехали. Я что-то где-то открыл. Спутниковая станция вон там вот. Что по патронам? 30 так, 50 так. Пулемет 200. Пистолет 6. Ну и карабин пустой. Нехилая такая спутниковая станция. Еще один сигнал о помощи. Сигнал бедствия. Ловим. Ловим. О, это мутанты, что ли? Да, первый раз. Может, они добрые? Нифига себе, они достаточно плотные. Так, тут нужно точно с дробаша. Собачку бьют. Ой, и все. Короче, я пока вернусь. Там оружейный склад. Подсказывает тот же самый МИО. Не зашел. Я в оружейный склад. Ой-ой-ой. Мухи. Дутни. А можно по туловищу, пожалуйста? Три выстрела? Да ладно. Отлично попал. Но он должен работать вообще на ближней дистанции. Оружейный склад не зашел. Оружейный склад. А, оружейный склад, видимо, в самом начале такой. Это типа бункера одного, бункера второго. За мной, кстати, еще гончая мутант. Вот их надо с дробашом, потому что они же вблизи. Так. По голове раз, по голове два, по голове три. Раз. Два. Но не хватило. Нифига себе, какие серьезные они. Опа, не понял. Легендарный еще один гульпожиратель. Да вы развелись тут. Я в шоке просто. Полетел пес. Но мне сейчас нужно срочно в пип-бой. О, мутант борется с собакой. Отлично. Помощь. Что мне нужно по помощи? Давай-ка... Вишневый ядер колу. Антирадим. И, в общем-то, все. И мутант еще бежит. Сбил гуля. Убил с ваншота просто. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Что ты тут бьешься пяткой в грудь? Уровень 10. Защита от энергооружия. Защиты никакой. Так, голова, голова. Он смелет. Он подходит. Хладнокровненько. Давай-давай-давай. 75, 77, 78, 79, 80. Есть крит. Он замахивается. На удар я делаю яскоритом. Заряжаемся. Спокойно, не торопимся. Бах. Минус башка. Еще один замахивается. Но у меня, к сожалению, нет очков действия. Поэтому я сейчас отхвачу по полной программе. Просто по полной. Михаил. Осколочная мина. Неплохо. Стимпак. Тихо. Ой. Именно сейчас взорвется. А, нет, там туретка. Короче, не будет легендарного гуля сейчас. Потому что, вы понимаете, они появляются не каждый раз. Мы... Я понял, что... Что дробаш хорош на ближней дистанции криты. Снимает огромный... Ну, то есть, обычные выстрелы, вы помните, да, сколько снимал? Там где-то одну восьмую часть. Ой, мина. Нет, туретка это была. Тихо, туретка, туретка. Я помню тебя. Сейчас ищем обещанный мио-склад с оружием. О, легендарный гульпожиратель. Нет, пожалуйста. Вот он жрет. Так, очки действия. Полности. Полные. И по голове, по голове, по голове, по голове пошли. С критом. Ой, как плохо-то, а? Пес. Мне нужен хелп, пес. Хелп. Давай, давай, пес. Ееее. Вырядко стреляет, надо. Ой, все. Тихо. Как быстро он подходит. Уже половина хп минус. Правда, он падает. Два выстрела в туловище. Вообще ни о чем. Бежать. Бежать, колодцы, стимпаком. Просто бежать. Пес опять упал. Сейф делаю. Вижу его. Так, три патрона осталось. Еее. Так, силовая рейдерская броня для правой ноги. Подробней. ОД восстанавливается быстрее, очки действия восстанавливаются быстрее. Найс. Хуже, конечно, по защите, чуть лучше по энерго. Берем. Правая нога. Надеюсь, что там правая у меня не легендарная. Крышка, патроны. Прихватку тоже берем, естественно. Одежда. Силовая рейдерская для правой. А мне легкая металлическая обычная. Хорошо. Очки действия восстанавливаются быстрее. Посмотрим. Посмотрим. Патронов нет. Есть две пушки только с патронами. Сейв пошел. На склад идем. Потом к мутантам возвращаемся. Ё-моё. Вот это типа склад. Но я не нашел на него быстрый вход. Хотя по прожектору вроде как вход должен быть вот здесь. Изи. Нужны патроны. Самые разнообразные. Оооо. Тут все в ловушках. Собака. Ой, хорошо-то как. Хладнокровие само. Ооо. Я понял тебя. Изи. Робот идет. Так, не изи. А что у него по резистам? Энергооружие нужно против него. Какое энергооружие? Ты чего? Какое энергооружие? Вася. Дробаш нужен и по голове бить. Собака пошла в бой. Заходим. Ой, тут буль бьется. Буль какой? Дикий, обычный, отличный. По голове, значит. По голове бьем. С критом. Бааа. Мало. Ой, снесли крышу прям. Ну, очень низкий рэн. Очень короткий. И очень больно бьет. Реквестинг дайкап. Пес, давай. Работаем. Попробую еще пострелять. По голове. Бам. 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 Все по балке просто. Он убрал голову и все по балке прошло. Лучше бы я сам стрелял. Нет. Был неправ, признаю. Пес, вставай. Вставай, пес. Кажется, он регенится еще. Оп. Ладно, поехали. Голова, голова и крит. Второй можно выстрелить? Кажется, он меня убьет сейчас просто. Да. Окей. Окей. И против него вроде как вот дробаш, карабин. То есть сопротивляемости против физики у него меньше, чем против энергооружия. Но да, надо, наверное, консоль попробовать сломать, чтобы турелька помогла с ним справиться. Заходим. Я вообще специалист по консолям. Интеллект 3. Вы же знаете, как я ломаю компы. Главное не сагрить, перепрыгнуть, то есть через первые лазеры и сломать ее, собственно. Сломать ее полностью. Так, убираем пушку для пущего. Для пущего маневренности. Прыжок. А, пароль тут нужен просто офицера. У меня он есть. Пожалуйста. Одмин. Управление дверью. Хранение, ремонт силовой брони. Опа, 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 па. Доступ к силовой брони. Тревога, блокирование. Ой, все. Силовая броня. Оп. Да откуда? Тут же закрыто было. Усохший гуль. 35-32 левела. Я его никак не убью просто. Никак. Это был крит в голову. Сейчас удар и все. Интересно. Девки пляшут. Ну, это типа новая версия силовой брони. Конечно, брони защиты значительно больше. И ядерные батарейки, в общем-то, есть. Венеру и двери. Залезай в броню. Много разных советов. Где кофе? Всем, кто недавно присоединился, добрый день. У нас второй день такого легкого марафона по Fallout 4. Максимальный уровень сложности. Очень стремный персонаж. Очень, прям очень. Возьму-ка я лучше дробаш, учитывая гулю. Ой, все. Так, я пока хакаю. Никто меня не трогает. Кажется, он идет. Открываем и сразу в скафандр. Гуль, не мешай. Не мешай, гуль. У меня скрип. А-а-а. Предметы, оружие. Крышка мина, да, крышка мина. Крышка мина. Надо все равно перепрыгнуть сначала. Открыть потом. Не-не-не, используй, используй. Управляем. Открываем. Ставим крышка мину. Отлично поставил. Беги, глупец! О-о-о-о. Ой, ту редкость же еще. Сейчас робот еще. Взорвалось. Дикий гуль почти гуф. Он без ног. Но у меня тоже проблемы с хпшечкой. Ну что там... Так, иди-ка сюда. Так, только без рук. Я тебя прошу. Крик прошел в голову. У гулястов оказался бейсбольный мяч. Чудо-клей зажигалка. Ланчбокс. Дешевый клей. Патроны, кстати, 48-го калибра. Ну там робот еще ходит, но на робота плевать. Что я могу сейчас скафандр... Одеть. Бах. Заряжай. Войти, войти, войти. Ай-яй-яй-яй-яй. Быстро, быстро. Поставил, зашел. Поставил, зашел тут же. Зашел тут же. Не, не получится. Не является неуязвимым, пока заходит. Придется с ним справляться. Так, вижу его. Так, давай-ка мы еще одну крышку мину. Или гренку туда закинем ему. Предметы. Предметы, оружие. Крышка с колочной гранатом. И вот куда-нибудь туда вот. Поехали. Далековато ушло. Поближе надо. Или сюда, в общем. Ой, отражается. Лови. Готово. Ядерная батарея. Отлично. Предохранитель. Сталь. Играет патриотическая музыка. Что там позолоченное? Что за жигалка? Изолента. Предохранитель. Скальпель. Бурбон. Пила. И, собственно, захожу. Сейчас на мутанта в броне, я думаю, пойдем. Войдем. Служите защищать. Так, батарея есть. Тут ланчбокс берем. Бутылочку бургундского. Сейв. И вот здесь еще было что-то, да? Здесь верстачок. Создание брони. Да можно, кстати, улучшить. Слово брони нельзя, да? Оружейный верстак тоже бы. О, сундук. Патроны такие. Патроны сякие. Коктейль молотого. Мина. Тяжелый, гладкостульный. Снайперский какой-то. О-о-о. А, ну это... Забейте, в общем. Возьму на разбор. Ящик с инструментами пытаемся открыть. Нет, вот так вот. Еще один карабин. Патроны, патроны. Опа, тактически калиброванный. Тоже чушь, конечно же. Вот если бы у меня был перк на снятие... Да, давайте, наверное, прокачаем этот перк. Выхожу из силовой брони. Можно выйти из силовой брони? Спасибо. Я бы сейчас навесил на дробаш что-нибудь полезное. Броньку бы прогрейдил. У меня есть же легендарные. Вот оптическая, например, хорошо. Вываренная кожа, расшитая кожа. Кожи не хватает. Кожи не хватает. Кожи не хватает. Фигаенька. А силовая рейдерская? Да, вот, закаленную сделаем. 6-6. Это та, которая очки действия устанавливается быстрее. И... Да, счастливая левая. Тоже закаленная. Добро. О, дали еще x5xp за рандомные действия. Оружейный верстак. Тут меня беспокоит, точнее, интересует... Дробовичок. Вот, агрессивный двуствольный дробовик. У него стандартный ресивер, который можно заменить на... На еще побольше урона, но это приведет к увеличению веса незначительному. Укрепленный ресивер. Посиленный ресивер. Слишком много требует. Да масло требует. Чувствительность, скоростность повышенная. Превосходный урон. 78 дробаш. А сейчас сколько? 56. Не-не-не, я беру усиленный ресивер. Просто превосходный урон. Буду ваншотать. Тут... Высокая кучность. Можно сделать его более... Хорошим дальнобойным. Давайте вот так вот. Дичь какая. Прицелы штатные забиваем. Надульная посадка забиваем. Вроде даже стрелять начнем дальше. Стрелять будем мощнее. Процентов на 40, на вскидку. И... Что еще? Здесь больше вроде... Паяльная лампа, коричневая бутылка, шкафы пустые. Патроны. Кстати, надо провести же ревизию. У нас же для энергооружия патронов нет. Для... Для... Для карабина могли появиться патроны. Давайте тогда вместо... Вместо того же самого пистолета пустого... Поставим... Проверим наш карабин. Ну а вдруг? Там карабин хороший. Так, это не тот карабин, кажется. У того карабина был... Урон 30-ка. Да, вот он. Есть. У карабина 40 патронов. Отлично. То, что нужно. Теперь в броню и к мутантам. По квестам. Разбери мусор. Кстати, точно. Блин, я же мог сейчас... А, нет. Я не хотел без перка разбирать. А что мне для перка нужно? Мне же есть все-таки уровень. Перк, о котором идет речь, это... Это, 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 это... Боеприпасы. Больше патронов. Больше этого нет. Нет, нет. Может, в интеллекте? Нет, нет. Хакера нет. Да, вот, сборщик хлама. Но для этого нужна инта. Разбирая оружие, можете добывать необычные компоненты. Винты алюминий медь. Это мне нужно. Но я это не получу. Поэтому... Ну, в ближайшее время, по крайней мере. Поэтому разберу реально сейчас ненужные вещи. А можно выйти? Прикрепи броню из винтаря на ноги к каркасу силовой брони. Как? Создание брони, что ли? Кожа, клей. Это не то. Не то. Разбираем те вещи, которые не нужны. Плюс два к удаче. У меня была... Была левая нога. Плюс два к удаче. Я ее почему-то... Там стойка для брони есть в соседней комнате. Там, где броню брал, можно улучшать силовую броню. Окей, сейчас посмотрим. Только я для начала скину всякие... Всякие вот эти вот ненужные... Ненужные вещи. Главное, не разобрать лишнего. Окей, посмотрим. Значит, в соседней комнате была модификация... А, вот здесь, вот станция обслуживания. И нужно, видимо, сюда подогнать сначала энергоброню... И... И там уже модернизировать. А может, надо было просто R нажать. Подробнее. То есть, вы предлагаете в станцию обслуживания закинуть сейчас... Вот эти вот вещи, что ли? Левая рука, левая нога, правая нога. Правая рука нужна. И голова еще. А выйти из брони надо. Выходим. Так, силовая броня. Использовать станцию обслуживания. Вот оно. Ясно. Так, а можно я тогда вытащу из... Допустим, левая рука. Модель А. Модель Б. Алюминий нужен. Клей и прочее. Только окраску могу сменить. Какие там дикие потом будут вещи. Сейчас мы вытащим то, что скинули в станцию обслуживания. И попробуем использовать их. Можно чинить. Здоровье 0. Починка сталь занимает. Требует. Немного совсем. Так. Вроде бы... Готово. И... Что у нас эквипчено? Рука, рука, туловище. А, это, видимо, нужно закинуть просто в голову, да, получается? То есть мы нажимаем на силовую и закидываем туда недостающие блоки. То есть голову, левая рука, правая рука, туловище, ядерный блок. Левая рука, правая рука... Правая нога, соответственно, и левая нога. Ну все, фулл хаос. Еще разок посмотрим. Так вот, посмотрим. Да, теперь все, типа эквипчено. Проверяем починка полная, полная. И теперь можно использовать броню с большей защитой, что ли. Сохраняю и надеваю. Да, раньше силовая броня была совсем не та. Найдешь... И все, и вперед. Поехали. Сейчас пойдем по квесту к мутантам. Там у них... Там их много. Они плотные. Я, наверное, справился бы и без энергоброни. Там с Дробашовым, с модернизированными версиями всего этого дела. Но надо же силовую броню тестировать, правильно? Надо. Неплохо я вышел. Охренеть. Робот-охранник. Как он здесь оказался? А мини-ган, где мой? Почему необычное оружие? Где мой хп? Где мой... А, мини-ган-то я продал. Ну, собственно, все. Сейчас мы умрем просто. Офигенно на мутантов сходил. Да, я продал два мини-гана, я помню. Два мини-гана проданы. Ты охренелась совсем? Офигенно на мутантов сходил. Короче, пацаны, нужно сейчас бафаутиться опять. И валить оттуда, к черту. Я понимаю, что это опять наркотики. Котики-наркотики. Отлично. Рановато, кажется. Как-то мне перехотелось выходить. Может, я тут просто жить останусь, ну? Ну, там... Замечательный противник за углом. Ему только бежать. Ну что, беги. Какие варианты? Заходи, беги. А, поспи пару дней. Кстати, хорошая тема. Тем более, мне давно надо было поспать. Я ни разу не спал в игре. А тут и кровать, и все есть. Наверное. Крышки. Все крышки пособирал. Вон. Не, не вон. А где тут можно поспать? Ни стульев. Ничего. Может, на этой, на скамеечке можно? Скамья. Хорошо. Сели. Ждем. Подождать. Давайте. Сейчас 4 а.м. Часов, наверное, 8 хватит. Ой, какие 8. 12 до утра, да, получается, приблизительно. До раннего. А, нет, стоп. Все, вроде бы. Говорят, я не вставил запчасти в броню. Откуда такая инфа? Подробнее. Все вставлено. Многоточие, как бы, значит, что... Так, и надеваем броню. Выходим. Если он все еще там, сразу винт и побежали. А мы сразу узнаем, там он или не там. В первые же секунды. Да, там. Пошел винт. Побежали. Побежали. Вижу выстрелы сзади. Бегу на шифте. Врубаю форсаж. Он все еще попадает. Винт больше не действует. Я, да, расходую ядерную батарейку уже. Вроде оторвались. Так, сейв пошел. И нас ждут мутанты. Да, это оружие буду, конечно, снова использовать. Включаем сигнал радио бедствия. Для того, чтобы понять хотя бы... Ну, представляю, куда двигаться, но... И заходим. Вижу первого мутанта. Агрим. Камикадзе. О-о-о. У них тоже черепки. У них тоже черепки стоят. И это будет сложно. Да ладно. Это сзади или спереди? Доп. Понимаете, да? Есть нормальные супер мутанты, которых просто вот ваншотаешь и все. И все нормально. Ой, как ваншотаешь? Вообще урона нет. Бомбежка пошла. Кто там здесь гранатомет стреляет? Капец. И тут какие-то крабы на дне. И я на дне. Фух, ладно. Если черепки, то просто раны тебе сюда. Да я понимаю, что раны так же, как в Скайриме, но... Может быть, мне все-таки... М-м-м? Плюются сзади. Мухи. Вот друтим. Мне это как бы мой уровень. Еще хрен попадешь, наконец. Тоже плотные весьма. А тут мутанты. Интересно, стелс возможен? В силовой броне. Мне мухи тоже злые. Не такие, как раньше. Дерг зато сработал. Радует он меня. Так, давайте оценим ситуацию. Там было две собаки, как минимум. Какой-то товарищ с хэви... Хэви оружием. Вижу посты вот такие вот. Вижу еще один там стоит. Крадусь. Как ниндзя в силовой броне. Надо было включить радио, которое почему-то... Сигнал бедствия отключился. О, тут можно на дно. Ну, не факт, что там проход есть. Проверить бы, конечно. Но и назад не заберусь. Если проверю. Слишком дорогая цена. О, вижу. Вон, прямо по курсу. Гранатор! Собака. Собака спалилась. В прямом переносном смысле. А сверху что? Сверх-мутанты. Сверх-мутанты. Те, кто без шляпы, надо... Их, конечно, отстреливать. В голову. И издалека. Бежит пес. Гонща прыгает в голову, пожалуйста, с критом. Урона вообще нет. Да как так-то? А так есть. И побежали. ХП мало. Да вставай, вы видите. Все равно заметили. Тут армор еще. Ну, дробовик нормально работает. Все, пожалуйста. Обычный супер-мутанты. Удар дробаша. Близко не держит. Главное, спиной на краба опять не... А у того что-то фикает. Опасно. Камикадзе. Ой, е-мое. Беги. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Во-первых, пес. Но взрыв не нашел. Короче, Камикадзе, как понятно из названия, из-за механизма, да из-за того, что я сейчас только что взорвался, он подбегает и взрывается. Вот. И учитывая огромное количество ХП, которое у него есть, я думаю, что только мина нам поможет. Ну, то есть, просто ставить противопехотную какую-нибудь минку, отламывать ему ноги. И только так. Стимпака, естественно, у меня нет уже. Все, сожрал. Да. Давайте яблочки наливные. Пюре быстрого питания. Антирадин. Сейчас попроще будет. Ох, как мне хочется палиться. Как мне хочется по одному их пострелять. Вот по одному. Нафиг получится. Поэтому работаем, как получается. Поехали. Все, я привлек уже внимание. Я сваливаю. Вижу, бежит ко мне один милишник. Еще помните там с этим, с... Вот так вот стреляли с гранатометом. Вон, пошло. Вижу пса. Работаем по голове. Два выстрела из-за гранатометка. Раз и два. Идет милишник ко мне. Супер-мутант. Один выстрел только. Главный крит тогда. Какой-то слабый крит. Ох, не это самое. Вляпаться бы спиной опять. Сколько? 8 экспы? Кто-то из ракетницы явно стреляет. Прям явно. Вижу еще одного. О, вот это мазохист уже. А ты откуда взялся, друг? Капец. Так, стоп. Пес. Раз. И два. Тихо-тихо, подожди, я заряжаюсь. И два. И сейчас надо будет попасть внутрь иди раз. А вот с этим что делать? Ой, все. Таметан Камикадзе. Беру карабин тогда. Это не карабин, Миш. Это тоже не карабин. Ё-моё. Я попал. Круто я попал на ТВ. Линджер. А как иначе? Ядер колу жжу. Антирадин делаю. Максимальный запас здоровья увеличиваю. Хочу посмотреть, куда у меня этот карабин поставлен. А, он никуда не поставлен. Выбираю сейчас укрепленный карабин. И валю просто. Валю, делаю сейв. Потому что он явно не догонит меня сейчас. Вижу пса. От, 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 от. Ой, все. Вообще его не пробиваю. Ладно, крышка мина. Крышка мина. Крышка мина. Крышка мина. Мина. Мины, мины, мины нужны. Противопехоточки. Вот он один справа. Раз. Мину кидаем. Раз. Мину кидаем. Два. Раз. И он взорвался. Нифига себе, там грибок такой. У них заряды ядерные. Так, здесь была еще мина. Надо бы второго мазохиста тоже сюда привезти. Он там тоже с миной в руках. Да блин, где? А, понял тебя. Легендарный супермутант-мясник. Карл, как, как я справлюсь-то с легендарными товарищами? Да никак. Надо брать, заманивать его, кидать, кидать мины. Ой, в смысле, гранаты. Ой, я не туда пришел вообще. Я пришел к остальным. Стоп, 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 стоп. Тихо, 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 тихо. Предметы, оружие. Осколочная граната. Граната в меня пошла. Кидаю в него гранату. Кидаю еще гранату. Надежность пусть ему оторвет там что-нибудь. Он упал просто. Треть кп минус. Шапачечку бы сажать. Ой, как хорошо на реализме-то играть, а. Вишневый ядер кола, да. Готовый завтрак точим. Жареный рад таракан. И антирадин. Два останавливается хпшечком. Кто это? Супермутант-бестия тоже. С черепком. Да вы офигели, как вообще с вами сражаться-то? Стреляют, попадают. Гошусь, я гошусь. Вижу пса. Вот он, мяснек легендарный. Он пока не понимает вообще, что происходит. Я пользуюсь его непониманием. А нет, он подходит уже в мою сторону четенько. Давай, 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 выходи. Собьет. Икс-2 атака скрытая. Еще один. Еще бестия. Еще один супермутант-бестия. Урона вообще никакого. Ну легендарного-то надо взять. Так, гренку еще можно закинуть. Но скорее в бестию, потому что легендарного мы убьем. Так, хорошо, легендарный минус. Сейф пошел. Но гранатку хочется кидать на двоих. Граната пошла. Да не докинет, не докинет. А это просто супермутант. Попала гранатка. Рука у меня уже минус. Собаку бьют. Так, я побежал. Потому что слева меня обходит. Здесь супермутант. Беру дробашек. Захожу с тыла. Неожиданно. Еще одна граната. Стреляю по голове ему. У меня пулемет очень много дэмэджа наносит. Держись, Миша. Нет, что-то мурок. И граната еще тут. О, хорошо так. Так, у нас есть один супермутант. Два супермутанта-бестии. У дробаша 25 по конечностям. Не забывай, точно. Точно надо, 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 надо. Опять граната пошла. Достреливают до меня. Вот это две бестии подошли. Собаку гасят. Вон они идут. Ну я не докину гранату. Нет, не уйти. Просто не уйти. Ну я снипи еще, робот-охранник. От которого я скрывался в прошлый раз. Вообще нас. Ой, пацаны, пацаны, что же делать-то? Убиваем одного супермутанта справа. Здесь... Нет, давай лучше вот так вот, поближе к той точке, где точно никого. Здесь прячемся за машинку. Смотрим, где кто. Вижу супермутанты, хорошо. А, их там трое. А где граната-то, Вась? Неужели я все гранаты раскидал? Крышка мина, осколочная мина, да. Может, ракетницу у собаки взять? Да, кстати, можно. Можно с собакой сейчас поговорить. Пес. Пес, пес, пес. Тихо, тихо, тихо. Давай поменяемся. Ты мне толстяка, я тебе ничего. Машина сейчас взорвется, она уже взорвалась. Беру толстяка, надо попробовать из него пострелять. Так, легендарный астролапый болотник. Не, мне как бы не хватало астролапового легендарного, если честно, вот, для полного счастья. Еще вот роботы сюда, пожалуйста, охранника. Капец. Это просто жесть. Как она есть. КП нет, ничего нет, болотник подходит. Что, против чего у тебя? Ой, против всего у тебя, да? По конечностям тогда, пробуем критануть. О, неплохо, я его снял. Жалко. На самом деле, легендарный это круто. Легендарный дает предметы, которые тащат. А вот он, да, легендарный сидит? Приуныл что-то, да? А можно выбрать куда-то стрелять? А, нельзя, да? Пес. Пес, давай. Действуй. Во, можно выбрать. По правой ноге, пожалуйста. Перезаряжаемся. Уже третий нет. Давай, 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 давай. Раз. Ой, какой плохой удар. У него полное хп, это из-за того, что он легендарный, восстановило здоровье. Отлично, пес. Этого краба. Там по мне, правда, стреляют опять. Тридцать хитов остается. Убиваем. Берем. Что там? Повышение скорости перемещения на 10%. Спринтерская металлическая броня. Беру. Так, захожу в тупичок. Ой, зря. Ой, зря. Тут еще дрон какой-то. Мистер Храбрец. Господи, что это? Блин, сколько у вас, сволочи. Никак, вообще никак. Лечимся. Помощь. Готовый завтрак. Жательная пластинка, жательная резинка, картофельные чипсы, макарошки. Забейм мясо от таракана. Может, стейк сразу заточить? Нет, стейк уже не очень рациональный. Ядерколу выпиваем. Еще ядерколу выпиваем. И радиацию снимаем. Так, мистер Храбрец. Мистер Храбрец, ты же из прошлой части наш помощник, типа, нет? У него меньше резистов от энергетического оружия. Ну, кроме мистера Храбреца. Так, давай-ка сюда зайдем. Здесь безопасно. О, еще одна броня. Силовая броня. Беру ядерный блок. А что по характеристикам? Текущие, например, голову берем. 160. Аналогичная тема, да? Так, беру... Ой, да... Стоп, стоп. Крит, давай. Ой, крит какой! Надо больше критов, Михаил. Больше критов. Берем сейчас одежду, ставим на скорость перемещения. Как он там называется? Спринтерская. По всем параметрам ниже. А, силовую броню мы не можем использовать. Силовая броня наполовину сел. Силовая броня мне сейчас помогает. То есть потом, да? Потом. Ой, боже ж ты мой! Ладно, смотрим, что по патронам. Берем. Ядерные батареи, катушки силового сталь. Помним, что впереди еще три мутанта. Там еще сзади ящик и патроны. Изолента, скипидар, предохранитель. Нехило я так зашел. Ой, нехило. Что по хп, она восстанавливается хоть? Восстанавливается, но еще... Ну, она не полностью восстанавливается. Еще жевательную резинку, пожалуйста. Воды хлебно. Нет, не буду воду хлебать. Сейчас идем очень аккуратненько. Что я, во-первых, очень далеко зашел. С этими крабами, с этими храбрецами. Уеха, ПРСТ. Как будто взорвался с миной, товарищ. Но меня-то не видит. Мне вон туда, вот на сигнал бедствия. На прямо по курсу где-то будут... Будет три мутанта. Крышкой игуана. Жевательная резинка. Сигнал о помощи начал ловиться. Блин, классно, конечно. Особенно учитывая то, что мы лезем на мобов, которые значительно нас опережают по уровню. Прям вот душевно выходит. Внимание привлек уже. Вижу двух слева, но они же меня не видят. А че внимание-то я привлек? А, справа вон. Это обычный. Давай по голове ему. Слабенько. Х2 по голове, но слабенько. А мне его в любом случае надо убивать, потому что вход там. Так, он идет на выстрел. Супермутант. Но супермутанта как раз можно убить, расстрелять. КП у него немного. Правда, я не вижу, куда он убежал, гад. Я, в принципе, никто не видит. Ну ладно, давайте этих агрить тоже. Ну а чего? Затаили дыхание. Оп. 2х с уроном. Сейчас попрут. Один вообще на тарелке сверху. Мясник. Тоже хай-левельный. Как же хорошо, что у меня обрез есть, а? Обрез даже таким хай-левельным дает прикурить. Тоже х2 по голове. Зашевелились, зашевелились барсуки. Да, на второй раз, видите, я уже спалился. Правда, у них оружие такое, что они особо не достают. Ну, то есть они стреляют, но меткость низкая. Хотя мы сейчас попалим. Легендарный противник мутировал, у него восстановило здоровье. What? Там что, легендарный был? Супермутант, супермутант. Супермутант, супер... Кто-то побежал, кто-то остался сверху. Я буду... Продолжать использовать преимущество снайперской винтовки. В голову, причем х2. А, он их там трое. Давай, замри. Слабо, слабо, слабо. Но, с другой стороны, если я на них полезу, мели, это будет вообще жесть. А так, патроны у пушки есть. Этого супермутанта сейчас вообще убьем, минус. Дальше лучше верхнего убить, потому что у него армор хуже. И уже жизни меньше. Хорошо, что у этого патронов еще 140. Минус еще один. Дальше попробуем... Да, просто стреляем. Так, три ядерные батареи. Отдача высокая. Видите, как ствол задирается после выстрела. Так, 40 хп у него осталось. У меня 40% здоровья. Я бы тоже поджрал что-нибудь. Опять. Но... Прям очень не хватает. Да, ядеркову тогда еще. Он вроде вниз пошел. Не, поднимается обратно наверх. А, это другой супермутант. Нашел труп, такой удивился. Опа, 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 вот это плохо. Ядерный блок силовой брони почти разряжен. Чуть свою... Да, это мутант пришел. И гранат полетел. Ух, не уследил за этим мутантом-бестией. То есть он спускался вниз. Я подумал, что это тот. Потом, когда увидел, что это не тот, меня это особо не насторожило. А на самом деле... Вон мутант идет. Нужный мне. Так. С ним был еще кто-то. Да, он обычный мутант идет. Это тот, которого я спутал. А что будет, когда силовой блок сядет? То есть мне можно здесь броню вообще кинуть? Оставить? Или нужно возвращаться к себе домой для того, чтобы... Для того, чтобы ее сохранить. Не вижу я супер мутанта следующего. А, вон, вижу, все. Вышел он. Как больно-то, а? И он держит урон. И если попадает, то... У тебя же три блока. Да я знаю, что три блока. Просто я, допустим, не хочу тратить следующий. Какой же нет. Ну, я его попробую добить. Есть. 8 экспы дают несчастные. А-а-а-а. Помощь. Нажевательная резинка. Игуана. Воду не хочется тратить. Радиоактивная кровь. Сахарные бобы. Стейк, он очень хороший. И сопротивление энергии где-нибудь пригодится. Ядер колы пьем. Этого хватит. Но нужно обязательно антирадин еще использовать. Так. Большую часть противников вроде как зачистили. Вроде как. Нет, продолжает стрельба. А-а-а-а. Ну, уже подхожу ближе. Я не вижу. А, вижу. Уже одного еще. Одного вижу. Вон. Урон вообще никакой. Можно, конечно, поближе, чтобы пес атаковал. Можно пройти сейчас. По трупам пособирать, посмотреть. Может быть. Патрон. Что это? Демпифированный, мощный, автоматический. Скорострельность, дальность, меткость. Не так себе. Ну, хотя место есть, в общем-то. Поэтому берем. Патрон. Молотова. Короткий, автоматический. Ерунда. Ерунда, не ерунда. Меня пробивает. Я пытаюсь увидеть того мутанта, который справа ходил. Сейчас поднимусь на вышку, где было трое-четверо. Внимание. А, вижу. Пока он там думал, 40% хп потерял. Забираемся. Крышка, патроны. Так, опа, 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 опа. Да, и простреливают, капец. Так, мне нужно что-то в плане укрытия. Дробаш на ближней дистанции. И принимать их здесь. Например. Да как? А, вон, вижу. Карабинчик, может? Да, карабин хорош, хороший урон уносит. И бонус получил. Но был же второй, как минимум. Тоже вроде сверху. Ага. Где? Вижу. В слабеньком. Обхожу. Я не дозабирался на этот. Паутать верхних. Так, все, давай, дробовичок. Двое. Ой, все. Да, и конечно же я выхожу со словами... Ой, все, дальше перестреливаться. Вижу, что у меня 20 хп остается. И выхожу. Да, опасно с такими. Очень опасно с такими. Да ладно. Ну, хотя-то чего? Я просто полутал тех. И все. Убил только одного, кроме тех. Не так важно. Ну, и одного супер мутанта на 40% по дэмэджу. Ладно. Продвигаемся, лутаем опять. Одного я, кстати, пропустил там. Здесь же был труп. Наверное. Ладно, черт с ним, там не столь важные плюшки были. Двое на следующей там антенне. Хп потихоньку восстанавливается. Здесь наверх не думаю, что нужно забираться, потому что я так же спалюсь, как в прошлый раз. Вон. Слабый урон. Даже, учитывая Х2, текущую пушку надо менять. На что-то более эффективное. Ну, или, например, карабином пользоваться. Ну, карабин, блин. Патроны нужны для него. Патроны. Так, один мутант вижу. Стоит вот... А, их там двое, да? Обычный супермутант. Ну, давай постреляем хорошо. Раз. Два. Перезарядочком. Сейчас он меня видит и отсюда. Очки действия вроде восстановились. Выходим, снова пытаемся выцелить. А, он спустился по лестнице, видимо. Уже. Да, вот он. Вот они. Стреляю по туловище сначала. Раз, два. Убили обычного, но там дальше еще супермутант-бестия. Тяжело, тяжело. А, и один сверху. Твоюж налево, ну как так? Он перезаряжается. Что-то жрет. Карабин шикарен. На него надо прицел ставить. Из него делать что-то рейнджовое. А тут ушел. Далеко ли? Я слышу, что где-то топает он. Тихо. Это наш пес. Проходим. Вон он. Пес пошел. Пробуем критануть в голову ему. Ядерный блок под замену. Собака шикарная. Все, закончились патроны. Надо быстро его добивать, пока нет. Пока его пес. Но у него урон, конечно, шикарный. Он берет милье оружием. Это было ошибкой. Патроны. Только один из нас survive this. И это было. Жесть. Патроны. Стрелковые, калиброванные. Фигня. Ну, возможно, кстати, это был последний. А может быть и нет. Они здесь тусовались. В этом помещении. И сигнал усиливается. Да. Скриптор Фарис. Голозапись. Жетон. Броня. Скриптор Агента. Любопытно. Броня. 5, 10, 10. Ерунда. А вот то, что рядом... Это кто тут взорвался? Давайте послушаем, что же здесь произошло. Предметы. Разные. Слышаем. Да ладно, его паладин кинул, что ли? Нет, Кэстлин он не помог. Бункер на севере. Да нет, 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 вряд ли. Михаил, важная инфа по модулям на оружие. Броню часто попадается. Один очень-очень прокачанный модуль. Можешь его заменить на обычный. Этот модуль поставить. Вот это хорошо. Вот это очень хорошо. Что все-таки модуль менять на обычный и сохраняется другой. Так что надо внимательнее смотреть на то оружие, даже пусть простое, но модернизированное. Ну, с которого, соответственно, можно снимать модуль. Крышка, батарея. Лазерный карабин обычный. Патроны. Короткий, гладкоствольный. Ну, гладкоствольный, не знаю, там мод, не мод, но... Там должны какие-нибудь там экзотичные модули по названию быть, насколько я понимаю. Так, заходим, смотрим, что клей. Чудо-клей. Поднимусь наверх, там, помните, было трое. И здесь была пушка модернизированная, насколько я помню. Да, короткий, автоматический, гладкоствольный. А как смотреть, кроме прилагательных, описаний оружия, там как-то... Может, список какой-то есть ценных модов. Конечно, можно зайти в мастерскую. Крышка, патрона. Выписать интересные моды. Ну, типа там, снайперский какой-то, оптический прицел. Или как... Калибмат... Ну, в общем... О, пусковая установка. Это же оно, да? Да, это рокет-ланчер. Весит, конечно, трындец. Вот, тактические, легкие, гладкоствольные с чем-то там. Буду все брать и на моды разбирать. Проходим. Еще лестница. Вот они настроили. Мне страшно здесь ходить. Особенно мутанты-то. Они килограмм под 200-250 весят. Ничего себе, это что такое? Силовая броня. Легкая, раскрашенная металлическая броня. 8-4. Броня для ног супермутанта. Толстяк еще один. А что, по силовой броне? Надо, наверное, выйти сначала. Из своей... Страна, что я не могу характеристики текущей. Ну, вот этой вот, новой брони посмотреть. Сейчас зайдем, может, будет. Во-первых, она целехонькая. Она еще пустая. То есть, на ней нет никаких обвесов. И, соответственно, я... Но она не... Ее надо, типа, модернизировать. А в чем ее смысл? Да, это броня, типа, без брони. А в чем ее смысл? Это каркас. То есть, разницы нет, да? Окей. Просто экзоскелет. Ох и что-то. А зачем она здесь тогда? К чему? Почему? Ладно, едем дальше. Эту обыскали. Торельку. Спускаемся вниз. Блок забери, батарея. Ёпресс, это... У меня этих блоков шесть штук. Вообще, конечно... А-а-а! Ой, я же не разбиваюсь. Так, оставим на память блок. Помажорим немножко. Здесь были, здесь вроде не были. Крышка, патрон. Короткий гладкоствольный карабин. Неважно. И так сойдет, да. Жалко, да? Жалко. Гулять-то гулять. Закрытая, как коробка с боеприпасами. Просто открывается без всяких движений. Патроны для дробовика. Еще патроны дополнительные. Руководство по тайным операциям США вас труднее будет обнаружить в режиме скрытого перемещения. Yeah. Look better in black. Look better in black. К людям в черном, наверное, отсылка. Берем. А когда блоки закончатся, тогда ему по мажорим не... Ну, откуда ты знаешь, когда они закончатся? Вдруг они у меня будут... Вдруг я вообще броней не буду пользоваться. Больше хватит. Жжем покрышки. Забираемся на следующую тарелку. Вот здесь вроде как еще внизу могло что-то быть. Неплохо они обустроились. С мутантой. Цепи супермутанта. Ну, тут в разные... Что это? Зачем это предметы? Может, это одежда? Да. Очень тяжелый. Характеристики хреновые. Ну, разберем или продадим. Тут можно, видимо, целый армор супермутанта собрать. Но... Но по характеристикам они какие-то... Оденешь потом на супермутанта союзника. У меня только один союзник. Это пес. Лучше него никого нет. Так, а сюда я заходил, да? Да, я сюда заходил. Там, собственно, и был. Так, ну окей. Я думаю, что пора возвращаться сдавать квест. Осмотреть бункер. Конечно, сдавать квест. Нам еще в бункер ехать. Но учитывая то, что я нагружен всякой ересью, и до бункера все равно нужно быстро перемещаться, я, пожалуй, вернусь в Сенкчури. Разберу. Попробую снять ценные моды с оружием. Торговец бы. Мне под карабин патронов закупить. Очень хотелось бы патронов. Торговец был. Крышки вообще не тратил. То есть... До этого момента я практически не торговал. Если не считать попытку купить антирадин за 320. Но с моей харизмой один. Не забудь легендарному мутанту залутать, которую миной подорвал. Ой, там же три мутанта на входе. Ёшки матрешки. Ладно, я вернусь туда. Окей. Легендарного мутанта не облутал. Лут перед входом. Окей. Так. Подробнее. Хлам скидываем. Уже хорошо по весу. Сниму-ка я армор. И забери батарейку. Конечно, конечно. Надеюсь, он здесь не пропадет. Торговцев поблизости нет. Так. А я случайно там не собрал еще на пищу, чтобы... Чтобы тут посадить. И закрыть вопрос квестом. Не, нифига. Хотя тут, кажется, за домом где-то растет. Где-то что-то растет. Сейчас попробуем модернизировать оружие. Точнее, снять с... Вот с этого, например, мощного гладкоствольного карабина. Снайперского. Вот у него усиленный ресивер. Слушайте, а это случайно не мой? Я же его юзаю, этот карабин. Сейчас бы снял, конечно же. Оптический лазерный карабин. Вот можно на... Оптический лазерный карабин разобрать. Хотя длинный ствол под полную ложу можно убрать. Невероятная точность уменьшения отдачи при прицеливании. И удары прикладом. Давайте штатную рукоятку поставим. А полная ложу, соответственно, снимается. Короткий оптический прицел меняем на штатный прицел. Ну, потому что дешево. И разбираем, собственно, после этого длинный лазерный пистолет. Он у него в избранном, но я им не буду пользоваться. Да, разбираем, разбираем. Прицельный карабин очень нужен. Пробивающий дрым просто разб... А, подожди, 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 пробивающий, это что? Пробивающий поставлен. Пронебойность, превосходный урон. Но это моды на оружие милишные. Я его, конечно, оставлю, потому что на халяву, как говорится, и уксус сладкий. Так. Где он там? Дрым. Разбираем на дерево. Пусковая установка. Штык на нем стоит. А, нет, штык я могу просто поставить. Пусковую установку можно продать. И я ее продам лучше. Тактический глосткоствольный с затвором карабин. Ресивер легкий не нужен. Облегченный длинный ствол. Вот это интереснее. Меняем... Короче, укороченный ставим, и облегченный нам, соответственно, возвращается. Штатная ложа. Точность уменьшения при прицеливании. Не, не хочу. О! Коллиматорный прицел. Алюминий болт, клей. Меняем на штатный прицел. Отлично. И теперь эту пушку соответственно, разбираем. В результате автоматический лазерный пистолет тоже у нас уходит. Пусковая установка продастся. Я могу в принципе взять какой-нибудь... Я хотел карабин попробовать апнуть. Большой штык на него поставить. Не, скорее... А тут нужен фанатик оружия. Я не смогу все равно делать ничего с этим. Да, я же убираюсь в науку. Ладно, забили. Армор из-за текущего легендарного там наверняка нужно что-то... Можно что-то поставить. Оптическая расшитая кожу. Делаем это раз. Братство стали, броня. Хотя прикарманины можно взять включение максимального груза. Но кожи много требует. Но мне перенос нужен. Да и она хорошая реально. Да, делаем вместительную. Охотничья закаленную. Силовая уже закаленная. Спринтерская. Повышает сопротивляемость урона энергии. Найс. Ну и счастливую наверное брать не буду. Надо спринтерскую раскрашенную металлическую броню надеть. Потому что она сейчас не на мне. Спринтерская, спринтерская, металлическая. Вот, надел. 48, 40, 20. Ой, да ладно. То есть либо оптическая, либо спринтерская. Конечно оптическая. я исчезаю при этом. Так, можешь помечать меткой на Т. Всегда при подборе будет показана лупа и какие детали не хватает. Приблизительно понятно. Приблизительно. Что я хотел? Я хотел найти какой-нибудь торговца. Хотел продать и купить патронов. Ну, продать ему всяких толстяков и прочего и купить патронов. Тыкву посадить здесь. Если найду за домом что-нибудь съестное. Говорили, что вроде в огороде есть. Странная тема. Ты должен собирать вокруг там картошку, томаты и прочее для того, чтобы пересадить в другом месте. Очень странно. И то, никак, что я найду, правда. Арбузы. Полутать забыл. Да, сейчас вернемся, полутаем. Еще стимуляторов бы взять. Тоже может у торговца. А это что такое? Химлаборатория. Стимулятор можем сделать. Пакет крови один. А почему нет? Прохладительный напиток. Тот, который снимает все эффекты. Отлично. Правда, стимулятор я сдаю, но прохладительный полезней. минные заряды, гранаты молотова, коктейль, клей, масло, стекло, текстиль. Окей. Бафы. Нет, не буду. Наркотики еще есть. Так, теперь я еду. Куда я еду? Обратно, что ли? Лутать? Ну, всякое, это лучше, чем к торговцу сначала идти. Сейчас облутаем, там был действительно легендарный товарищ, возможно, возьмем у него что-то полезное. Говорят, он был у входа, но, если честно, я даже его не помню. Когда модернизируешь оружие или броню, есть функция пометить на Т. Окей, попробуем. Перенеси к себе хиллабу. Я туда заглядываю, первый раз заглянул, потому что, ну, мне не так много ингредиентов для того, что там что-то крафтить постоянно. Сделал стимулятор, сделал газировку, и то я их буду использовать крайне редко. Так, у входа легендарного убили. у входа. Кажется, кажется, я его выманивал, и где-то здесь вижу один труп. Что это? Это пёс был с командой. Это мясо, гонщий, мутантом. Их было здесь двое-трое. Это когда за камень убегал, убил легендарного. я понял. Да, это, конечно, непросто. Но я убегал вон туда. Один обходил меня. Вот за этим выступом, кажется, я сидел. Да, и на краба там напоролся. бом-бом-бом-бом-бом-бом. После краба был трай, что я пошел в сторону меда. И вот где-то между медтэком и входом была перестрелка еще. О, караван, торговец. Йес! Ребята, здрасте. Скидываем ракетницу. Э, а какой охранник? Где торговец? Доктор Уэзерс готов избавить тебя от любых ушибов, дырок и болячек. Отлично, за счет стимпаки можем у него приобрести. обмен. Да и полечиться в общем-то можно. А, ты не убил легендарного тебе написали, что он восстановил. Ну, будем искать сейчас. Значит, я скину одного толстяка ему. Нет, денег не так много. партия партия кислоты, партия кислоты, партия резины, патроны. А какой калибр мне нужен? Стимуляторы по 160. Есть бабло? Ладно, берем стимуляторов штук, наверное, пять. Скидываем ему скидываем ему еще отрышачок армейскую форму, бобровскую брашку. Так, давай бурбон, ладно. Так, лохмотье. Так, лазер, короткий прицел, штатный ланчбокс, легкая металлическая броня. Тоже давай минус. Обручальное кольцо это свое, я его сохраню лучше. Такие цены дикие, конечно. Надо просто скинуть ему, вот, это была, кажется, в отпусковую установку. И... В принципе, остальное вроде не нужно. Ну, не сильно нужно. Микроскоп, конечно, понадобится, бла-бла-бла. Купить. Принять. Окей. Панталоны продаю. Почему нет? Я не хочу панталоны продавать. Значит, мутанта легендарного мы не убили. Действительно, мы там стреляли, стреляли, отступали, отступали. Потом было где-то в середине сражения, уже когда я вернулся на базу с Мисага о том, что... Ой, подлечиться же надо было. Это же наверняка дешевле, чем пару стимпаков покупать. Побежали. не знаю, сколько это стоит, обычно, соточку. А, всего 15 крышек залечить раны. Просто тогда лечимся. Нет, радиации там практически нет. ой. Хороший доктор. Не, все хорошо. Хватит, спасибо. Фух, чувствую себя, конечно, значительно лучше. Сейчас, на всякий случай, пройдем, посмотрим на этого легендарного и направимся на север, собственно, в бункер, о котором рассказывал еще один ну, дневник, точнее, голозапись, холо, холозапись Товарищи из Братства Стали. Здесь еще не был у мутантов. Два стимулятора. Ес! Верстак для создания брони. Крышка, патрон. Короткий, глазкосвольный ерунда, ерунда, ерунда. Карабин ерунда Патроны, да Давайте посмотрим, какие патроны требуются для того же самого карабина Не для мощного снайперского карабина, а вот для этого 45-й калибр, да? Укрепленный боевой 45-й, здесь 38 Дробаш Не видно, но там они просто называются без Тут батарея 45-й 45-38 10-мм для пистолета 45, да? 45 Тут пусто Я еще хотел посмотреть вот в центре их базы Вот здесь вот И тарелка поваленная, и море крови Может тоже что-то ценное будет Пить воду? Нет, спасибо Ну, вроде как мы легендарного тогда брать не будем Не найдем мы его У тебя уровень, это хорошо Маркер уже есть Давайте посмотрим действительно, что у нас на 12-м А, так я специально не тратил Надо до 13-го подождать На 13-м вроде как Второй левел можно из текущих полезных перков взять Мне идти вот туда вот Прямо по курсу Ох, большая, конечно, карта Большой мир Спуститься смогу? Смогу Там вроде ничего не валяется Главное, чтобы подняться смог Подняться смог Осматриваемся внимательно Прислушиваемся, если собака Начнет лаять Торговец продолжает отойти Это он же Доктор с охраной Все как надо А я до сюда добегал Точнее, убегал я от краба Мясо болотника беру А, это кто впереди Не понял Фуражки в моей капитанской Мурсорщик Эй, я не смотрю на проблемы У нас достаточно Доктор с двух Ну ладно Он не выглядит так, как будто у нее масса Масса лута припасена Да и есть вероятность, что Если мы ее начнем мочить Нас могут сагриться Так, идти или по дороге Или срезать По дороге лучше пойду Потому что в машинах Достаточно часто встречаются Поли... Оп А, мушки Так, только не дробовик, пожалуйста Так, плотный Тихо-тихо-тихо Ничего себе Сейчас меня будут мочить Давай дробовик Все-таки Перезаряжайся О, половина хп Все, минуси У меня такое ощущение Стойкое Знаете, что я Иду сейчас по квесту Который должен быть Там ловлен на 18 на двадцатом что когда тебя вот такой вот во первых не я не против на самом деле я даже готов работаем потому что нет лучше быстрый капец все гг без силовой брони не ок да да норм всем главное а чё не бегут а что главное-то где мой карабин да без патронов карабин все что ли да что не по резистам это я еще бью правильным оружием его катя до торговца ооо реально тут еще торговцы кого-то увидели такого же жалко экспу мне за это не дает на это посерьезней ой зря его на себя агрю работаем пора сделать ласт хит как в дотке изи заноси экспу сейчас 8 так бамс вообще не дали экспу блин я же ласт хитила я добивал крипов добивал как мог что-то мне перехотелось идти по дороге потому что она сворачивает куда-то не туда и перспектива встретить еще одно такое создание она меня совсем не привлекает ухты справа что-то жилое контейнер вижу ничего справимся опачки ничего себе что-то такое у нас тут что это а это машинка просто потонула рокетомобиль погода еще портится туда я заглядывать не буду ни по квесту идем прямо ё-моё ты кто похож на медведя только мутировавшего какого-то карликовый яугай ну про карликового конечно это зря так у него нет резистов к да резистов нет а все равно не это самое по голове стреляем крита нет моё как же как же мало как же больно то если это карликовый на вашу ж дивизию всеми зажжу карликовый да карликовый яугай обхожу проверяю одно хорошо если я буду выполнять квесты на уровень повыше то хоть по опыту я сильно не выиграю но зато зато если там будет какие-то пушки воздушке смогу получить небольшое преимущество супер мутант камикадзе капец что у меня по минам крышка не на 1 есть то нет осколочный мин уже еще смотрим он идет ой поздно 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 михаил поздно живой и гранаты полетели супер мутант разведчик там еще взрывы ядерные нормально то супер мутант разведчик где он вижу вроде опять же урона нет нифига а по мне заходит прям по-доброму сейчас еще медведь с той стороны граната е-мое нет рук все гг может реально пойти квесты обычный по выполнять не 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 фу выкидывая из головы эти мысли может патронов для карабина хотя бы бы купил вась а у у торговца же я же не проверил торговца патроны чё погодите карабин бы на самом деле меня тут подспас у него он урон очень хороший правда они могли уже свернуть куда-нибудь я вот так невзначай назад побежал не свернули ли они сюда нет похожим ребята ребята дело есть но не могли так быстро уйти но их не опа бегут псы псы против псов стоп даже дробовик с хорошим уроном не пробивает обычных дворовых ну пробивает но как бы вы видите еще один олень вот вы да сколько вас тихо а можно вот на другую цель переключиться спасибо давай-ка раз и это в голову руки у меня уже нет у меня в общем-то много чего уже нет надо забивать на эту наверное хотя были им как забивать то добеги до места там разберемся если попробовать попадать говорит челлендж очень смешная шутка прям молодец под колол прям ух так давайте действительно доберемся до места и посмотрим сможем ли мы вы выполнить квест потому что вдруг это из-за удаленности я просто не могу добраться где я нахожусь ёпрс это ползти-ползти реально ползти-ползти давайте перенесемся в метод так research там уровень монстров пониже идти даже чуть короче чем текущие точки сдавайся игра для сильных фу фу такими ну как как можно такое говорить я справляюсь просто медленно тем более это максималочка ну хотя какая разница максималочка не максималочка это было персонажа делать из серии там 4 6 6 4 вот такие вот темы чтобы все было сбалансировано чтобы тебе было и то и другое третье и пушки можно было грейдить с санто и шестеркой и перки брать а потом просто на просто так я пошел здесь были гулия здесь мы не да не да открывали там не до открывали немножко но я помню про хвост в карабин проходим прям по курсу враг кто это легендарный гнойный трутин легендарный это очень хорошо иди ко мне трутин но его надо мочить наверное в мели дробашом да у него защита не очень большая как видно по голове правда хрен попадешь можно отстрелить конечности а если отстрелю крылья просто ему у меня же бонус по конечностям я лучше по голове он уже начинает идти в атаку ой ой полетела ой прилетит час ой а езим покрыли им тогда 1 2 поехали урон вообще никакого и радиация пошла класс чем показывается что я снесу много много хп у него а на деле получается хрень какая-то сейчас мы его еще не не обнаружим он же легендарный не факт что появится я летает что-то летает кто-то он похож даже из обычной пушки больше здесь урона идет только нельзя какой он дикий я пытаюсь вернуться просто чтобы он по мне не попал может собака все пошла радиация а как я могу как я могу что я могу то есть мне сейчас будут просто очень дико отниматься хп радыкса выпиваем и винт юзаем после этого беру дробаш отлично выстрелил лично просто и радиации даже радыкс не помогает у него восстановилось количество здоровья но выстрел из дробаша вот такой прицельный снимает у него больше четверти здоровья то есть четыре выстрела если сделать то все будет ток главное попасть может собачку натравить а может быть натравить собачку от дуть не а не труд не мухобойки нет нет мухобойки нет на такой дистанции с дробашом работать очень не очень а больше что мне ничего нет энергооружен у него резистка энергооружен урон вообще не очень он уже стреляет тихо стоп так попробуем по туловищу давай пока он не выстрелил так делал что за урон прицельным а все сейчас если он попадет то начнется опять пёс пёс давай прыгаем его все пошло пошло поехало я сдох как я могу ну издалека под винтом а не забывай что он еще похилиться и мутирует урон x2 да похилиться и мутирует охотня на мух вижу я вообще не очень а он уже стреляет да ну у тебя нафиг а он не отстает ведь еще очков действий нет может винта но опять же он сейчас отравит да давай винтецкий и работаем просто работаем раз вот он мутировал два давай еще немножко еще чуть-чуть еще чуть-чуть 4 выстрел нужно сделать винт отпустил давай еще один винт пофиг на на привыкание зато я давай прицеливайся ты перезаряжайся о собаку начинает атаковать по мне попал как попал по мне как попал там ггш но сейчас уже ближе было один выстрел это труп понимаете один выстрел иди иди миша иди по норм квестам нормальный квест убей дутня называется топ-1 квест дутень винт и бобер называется квест так он же был где-то здесь а вот он уже да пёс давай давай пёс пёс уже умер судя по нет но он умирает такой он дикий стройфуется еще пса отравили ой 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 стоп мне кажется тоже отравили уже кажется же да уже все нет раз два он еще не мутирует гад а между тем все мутировал еще один винт может бафаут еще да нет бафаут тебя не спасет тебе нужно что-то вроде бобровской брашки психа надо раз урон на 25 процентов нет попал что ли не не попал держись раз два перезарядка попал блин попал твою налево убили все у меня здоровье минус пт могу ли я как-то снять снять радиацию сопротивление не помогает стимулятор не помогут прохладительный напиток ну это минус все зависимости а радиация минус 100 может поможет она стимпаки же стимпаки не помогут давайте прохладительный попробуем юзнуть 11 пак на всякий случай юзну мне кажется я сейчас просто сдохну и все да как я прохладительный снимает зависимости но не снимает отравления да может не помрешь а отлично радыкс не дает нормально но неплохо так ладно а квик сейф тому и не затерся надеюсь ох что эти авто сейвы убил легендарное создание за секунду до гуфа гуфнулся нет все нормально что мне нужно давай три винта просто три винта и к черту все три винта подходим и дробашом его расстреливаем это в конце концов дутинь 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 он или не дутинь правильно главное уворачивайся поехали помощь винт и психо а двое радыкс еще и поехали работаем раз два ой плохо маленький урон ой он на опережение еще стреляет капец он грамотный какой а что это за криты ну это в прицельном если рейндж большой то так давайте еще разок попробуем винтецкий юзнуть и это все он мутирует раз два перезарядка смотрим куда он стреляет сейчас меня отпустят я снова винт последний выстрел ваз последний и я давай 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 потушки два раза изи 27 экспы господи легендарный гнойный дутинь один больше не действует зависимости вроде нет подходим смотрим дуэльные рейдерская броня для левой ноги при попадании противнику сражающимся в ближнем бою а при попадании по противнику сражающимся в ближнем бою вы получите шансы без оружия то есть если противник милишный я могу его обезоружить спасибо носить буду просто всегда никогда не буду его снимать перезаряжаю патронов ни черта нет а я иду в бункер еще надо дойти до этого бункера понимаете давайте в дом зайдем потому что мне патроны нужны патроны стимуляторы да все заколочено закрыто правда дверь выбита и подъем на второй этаж вижу вижу карст старая глотка так ну тут неплохо они тусили бутылка водки прихватка сломанная лампа поехали наверх здрасте утюг и все да ну не совсем там наверх можно забраться причем забраться можно исключительно с прыжком пёс давай-ка 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 там-то точно что-то есть сейф ееееееее будильник будила мастер сейф средний ай-яй-яй-яй-яй-яй перегнул палку вот так вот он откроется нет а нет я просто слишком сильно уводил влево двойные деньги тут коллиматорный тяжелый гладкоствольный с чем-то там еще окей патроны для дурбаша хорошо патроны калибра 44-45 ой мимо мимо ой слушайте там дно и там ящик еще какой-то так а ну-ка аккуратненько слай и слив идет ой-ёй-ёй кто ручит оказалось о коготь смерти так окей что у тебя уровень 22 ммм это сливчик пацаны ммм так так его подколбашивает ладно подходи сюда подходи сюда сколькоть смерти может по ногам ему а может конечности поотстреливать по правой ноге по правой ноге по правой ноге беги сам беги да я 13 уровня даун 22 а я же могу сейчас уже стрелять давай-ка есть можно критануть крит пошел да да нога у него цела все равно о а может быть и валить у меня сейчас было достаточно много здоровья кстати у меня были фулл хп это ашот ваншот это у меня полные хп реально были так а могу ли я пёсиком сагрить так давай-ка псина иди там безопасно давай 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 не бойся давай 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 не хочу это умное ну там лут чувство честь там луст бомбом а там кто летает там опять этим жила крыл но это обычный жила крылы собака пошла вниз Ничего себе. Так, и тут коготь смерти. Да, выходит. Да, вот он. Сейф. Собака, прости меня за все. Я знаю просто, что это неуязвим. Вижу когти смерти. А, там коготь смерти сражается с жилокрылами. Ребята, я болею за жилокрылов. Жилокрыло минус. Коготь смерти чуть-чуть покоцан. Давай, давай, иди сюда. Что ты можешь? Ничего ты не можешь. О, он сейчас обойдет минус. Да, жилокрыл его с другой стороны. Жилокрыл. Жилокрыл. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Мне кажется, он что-то замышляет. Ой, все. Уже четверть хп у него сняли, он вроде бежит ко мне. О, давай проверим тебя на сообразительность. Так, он уже здесь. Ты здесь? Сможешь забраться по лестнице? Блин, страшновато. Ой. Где он? Где он? Не вижу я его. Знаете, когда ваншот противника, начинаешь невольно смотреть параноидально по сторонам, озираться, потому что мало ли что. Играет вдохновляющая музыка. Ощущение, сколько не помогает. О, на трубу! На трубу это страта. Ооо. Главное, чтобы он отсюда не пришел. Псина злобно рычит. Психа больше не действует. Где же этот коготь-то, а? Ладно, я иду лутать. Все, лутать. Калибр 50, дробовики, осколочные, гладкоствольные, кинетическая чувствительность, гладкоствольные, импульсная мина. Так. Две пушки там. Лутанули две пушки, пацаны. Оружие. Импульсная мина. Урон 150. Калиброванный, гладкоствольный, бла-бла-бла. Вот, кинетический какой-то. Чушь какая. Какая чушь. Ну, только разбирать его нужно. И все. Тут тупичок. Опа! Ой, все. Ой, все, я понял. Так, импульсная мина. Сейчас у меня будет только одна попытка. Я винт езаю. Плотно я присел. Импульсная мина пошла. Кидаю мину. Потом сейчас будет еще крышка мина. А, не, осколочная мина. Ой, сзади он должен на меня бежать. Но тут мины. Ох, да. Ему-то пофиг, а мне нет. Да. Импульсная против роботов. Я понял. Ну что, спускаемся, не спускаемся зад. Там не только, кстати, этот... Надо убить. Надо убить этого когтя смерти. Надо убить. Да как ты убьешь, Василий? У него ваншот против тебя. Как? Как? И где он, в конце концов? Да ладно, я ничего не боюсь. Спускаемся, работаем. Бутылка с антифризом. А вот и он был. Вот откуда он прилетел? Где-то справа сразу. Здесь я уже не заберусь. Слушайте, у меня только путь-то один. Хотя нет, вот сюда вот еще можно. Ай! Ай! Он, кажется, сверху спрыгнул вот так вот. Нет. Ох! Вон он, вон он. Я сюда смогу? Он, кажется, в гнездо себе уж ушел. Так, а тут он может не пролезет. Сейчас будем арбузить. А! Да, пошел в обход. Иди сюда! Я не боюсь тебя. На тебе, на! На, на, зверь! Блин, я ушел ведь. Гад, а? Спрыгнуть может сверху. Песик, ты как там? Живет. Так, лутаем быстро. Вон он. на самом, на топе. На самом, на топе. Вон он. Идет. Да, а здесь он не может зайти. Это халява. В общем, есть у нас место, где можно спокойно себя чувствовать. Но я не хочу его убивать, на самом деле. Потому что это долго. И не совсем честно. Попробую забраться наверх, чтобы не идти по тому же самому месту, откуда он придет, неизменно. Или просто перебежать на другую сторону. А тут меня не смоет вниз. О, тут проход в какую-то локацию. Какого левела, пацаны? Первый уровень. Еее, наконец-то я нашел противников по своему уровню. Блин, ребята, я нашел, я нашел. Ой, пес, не пугай так. Там, правда, кажется, опять светящийся таракан. Пятого уровня. Изи. Даю по 10 экспы. Для сравнения за того психа дали 27. Ну, за ту ножку, которую ваншотала. Ну, хватит тут радиации своей. Ядерный материал. Найс. Вот это мой уровень. Котелок. Руководство по выживанию. Скорость плавания на 25% больше. Для бобра как бы это норм. и проход еще дальше. Тут не все так просто. Во-первых, тут был лагерь. Явно это видно по трупу. С бутылкой в руках он умер, в общем-то. Пить воду не стоит Патрон дробовика есть Короткий двуствольный дробовик Тоже неплохо Не, плохо, конечно Да Псина смотрит А тут что? Тут ничего То есть я пришел Ага, ну, значит, будем Брамин здесь Патрон 38 И больше ничего Ну, забираемся тогда наверх Получается, линейно Собачьи консервы Опа, легендарный светящийся 22 уровня Опять 25 Ой, ну здесь хорошо Закинуть что-нибудь Что-нибудь закинуть туда Хорошо было бы Например, гранатку Потому что, мне кажется, надо Там на двоих сразу же Тихо Дикий какой Промахнулся он, правда Жалко Один выстрел Потому что пушка не та Опа, опа, опа Да, господи Можно в голову Легендарный далеко Опа, по голове По голове, по голове Сейчас он развернется Откроет голову Вообще, по ногам надо Стрелять будет Легендарному Повернись Давай, повернись Повернись, я здесь Семьдесят восемь Девяносто пять Красота-то какая Так, правда у меня тут Проблема с ногами Здесь точно нужен стимпак Стимпак у меня Семь штук Я же приобрел Сейф пошел Перезарядка есть Деревянный клуб Биг Ай и Д Крышка Так, легендарный Впереди Легендарный Впереди Норм Так, давай по ногам По левой ноге С критом, пожалуйста Падай Все Как тебе там, нормально Без ноги там Э, прицельный Не, не прицельный Поближе подойдем Not bad Бак О, он мутировал Найс Еще по голове Бац Здоровья, конечно, у него много Давайте не будем тратить на него патроны Ну, из дробняка имеется ввиду А из этого очень долго выбивать Тоже патроны жалко Да, ё-моё Может критануть? По голове криты есть Давай Давай Хорош Целых экономий патронов Исключительно Исключительно Готово Получили левелап 13 уровень Карательная Металлическая Броня Для правой руки Смотрим 9-5 Неплохо Возвращение Атакующему урона В ближнем бою Зачем? Зачем? Я не жив Не ближнебойный Я был бы рад 50 патронам Каким-нибудь Для Для дробаша Легендарный Светящийся И вот Рука осталась Так, что у нас По левелу 13-й левел Вроде Перк следующего уровня Из ценных могу взять 15-й 17-й 19-й О, 13-й Фанатик оружия Модификация стрелкового оружия 2-го уровня Точно нужна И, конечно, подтвердитель О, 15-й Ах... 3-й 4-й 5-й 4-й 6-й 7-й 6-й 9-й 10-й 12-й 13-й 11-й 12-й 16-й Может, массированный огонь? Да нет у меня патрона для массированного огня. Изоленда, предохранитель, скальпель. Отверточка. Кофейник. Стейк. Опа, что-то было. Ерунда. На разбор это все, на разбор. Три патрона в дробовике. Три. Три. И возвращаемся в Содружество. Это так от... От руки смерти. Ушли. И вот сейчас дилемма. Идти ли, блин, на миссию на этот бункер? Во-первых, мне нужно туда... Давайте для начала дойдем. Потому что если я дойду, откроются локации, я смогу туда перенестись. И, соответственно, если станет понятно, что все очень плохо, что я не вынесу, стимулятор. Хорошо. Один, по крайней мере. То я просто вернусь, закуплю патронов, топливо для помощника, камеры. С этой стороны закрыта. Цепь открываем. Идея. О, еще стимулятор, патроны. Что там у нас? Гладкоствольный с затвором. Пистолет. О, вместительная сверхпрочная рейдерская. Ее можно разобрать. Вместительная это для... Как подсказывает кэп переноса. Сейф вижу в углу. Ядерная батарейка. Хорошо. Пишущая машинка. Фигня, конечно же. Записка лунатика. Что он там под крестовое? Что там? З-з-з-з. Записка лунатика. Переставь кровать на первый этаж. Ты слишком часто ходишь во сне. Это до добра не доведет. То есть и он грохнулся и умер просто. Так, сейф легкий. Направление угадал. Дребаж патроны. 38-45. Гладкоствольный пистолет. Особо не нужен. А здесь... Ничего. Лампу возьмем. Так, прыгаем. Записываемся. Ой. Ой-ой-ой. А это обычный кога смерти? Изи. Иди сюда. Иди сюда, я мое. А он такой же. 22-го лагула. Да, он не может зайти в помещение. 22-й теперь мне не пишется, что он как бы неубивабельный. Понимаете? Все в моих руках. Говорят. Они. Давай. Тихо-тихо-тихо-тихо. Да, кстати, мы собаку попросили стоять на месте. И она там, собственно, и осталась. И это плохо, что мы ее там оставили. Что она может... Да, где собака? Коготь такой же, ты подрос. Да, это плюс один левел, и он уже не маркирует его как сверхсложного. Ладно. Сейчас пса возьмем. Без пса, конечно. А он, главное, такой исполнительный. Это немецкая овчарка. Я его заставил сидеть в воде и ждать хозяина. Он сидит с трупом Брамином по пояс в воде и улыбается, не обламывается. Поехали. Вообще молодец. Вызывает уважение. Алиса там превентивно мочит. Так, а это что такое? Красивый яд. У меня выход все равно... Ну, выхода два, но и один к руке смерти, и второй к руке смерти. Поэтому надо посмотреть, смогу ли я сейчас ее побить. Маловероятно. Тем более, что... Так, давай кого-то все-таки. Санит рож. По ногам, может, а? Ой, зря, зря, зря. Правая нога. Урон очень-не очень. Дверь мне мешает. Ну, такой ловкий, а. Может, карабин там у патроны есть? Есть патроны к карабину. 40 патронов. А куда мне? Мне вообще в другую сторону. Забей, беги, беги, Миша, спасайся. Руки в ноги и к бункеру. Реально хорошо, что появились патроны к карабину. 40 штук, он мощный. А где стелек? Все, пустила вроде. Фух. А это что? Френдли? Здрасте. Что-то у тебя с лицом. Это доктор, но... Я хочу поменяться. Вдруг у нее патроны есть? Есть патрон 38-го калибра. Стимуляторы. Стимуляторы, кстати, в два раза дешевле, чем у того. Вот гад, а. А 38-й это револьверовский тип, да? Кажется, у меня нет... Ну, вот есть такой, но это... Не мой пистолет. Да, тут 10-ти миллиметровый. Ну, патрон калибра 38. Неплохо. Ну, утонул. Еще не лишнюю. Тут ограда, но вроде как она тут... Да, видите? Опа! Нашли склад. Склад Масс Фьюжн. Люблю склады. Радиация пошла. И сработал перк как раз. Икс 5 по опыту. Радиация, радиация. Это он? Склад, да? Давай заходим, заходим, заходим. Письменный стол. Жетонный метро. Так, радиация, радиация, радиация. Ну, у меня есть против радиации, в общем-то. Бочки видим. Плюс 3 радиации. Плюс 7, плюс 6. Не-не-не-не-не-не. Стой, 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 стой. Игули пошли. Во-первых, давай Рад Икс тогда из нём помощь. Снимем антирадином. И погулям, погулям. Гули простые. То есть они не алё. Ланшотаются просто и всё. По крайней мере, это дикий гули. Дикий гуль 1, дикий гуль 2. О, очки действия восстановились. Перк сработал. Плюс 3 радиации, 1. Надо быстро рассматриваться. Давай, сейф и побежали. 1, 4. Пусто, 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 пусто. Спуск вниз. Здесь... Да, это вход альтернативный. Плюс 3, плюс 4. Меньше единички радиации. Заберёмся наверх. Проверим шкафчики. Мне кажется, мне нужно бежать в противоположную сторону у этого склада. Так, 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 так. Вниз свалиться я всегда успею. Поэтому осматриваем сначала сверху. Компьютер статуэт какая-то, да? Нет, это настольный вентилятор. Концуй, рабочая. Добро пожаловать в сеть. Требуется пароль. Сегодня, кстати, не было. Четырёхсимвольный. Это простой код. Fuel, mate, leg, cure, lawn, frag, goes, safe, fine cape. Много букв A вторыми. Я беру smate. Добро пожаловать. Личные журналы. 13 число. 34 дня без единой аварии. И тут Лестер споткнулся позади погрузчика, пока тот давал задний ход. Теперь счётчик сброшен на ноль, а начальство заставило нас повесить везде плакаты. Не забудь каску. Можно подумать, каска спасла бы ему жизнь. Четвёртое следующего месяца. Август четвёртого. Через пару недель должен состояться корпоратив. Мистер Фэлд сказал всем рабочим, и особенно бригадирам, присутствовать обязательно. Ненавижу подобные сборища. Мало того, что целую неделю этих людей видишь, теперь и на выходных придётся притворяться. Как они мне все нравятся. Иногда я завидую Лестеру. И 22 число. Сегодня был инспектор по опасным материалам с внезапной проверкой. Мне показалось, что он начинает догадываться, что здесь происходит. Я рассказал об этом мистеру Фэлду. Тот велел избавиться от инспектора, если то он что-то узнает. То есть не просто вежливо попросить уйти. В общем, он узнал. И нам пришлось от него избавиться. Если кто-нибудь выяснит, что мы сделали, мне светит пожизненный срок. Не переживай. Управление дверью. Интерфейс управления. Открыть дверь. Замок деактивирован. Открытие дверей. Отлично. Так, работаем. Снизу, скорее всего, была... Была дверь. А почему я так медленно хожу-то? Только не греть тебя перегрузим. Перегруз. Ладно, пес. Сейчас давай тебе скинем. Броню для супермутанта, она тяжелая. Все вот эти вот вместительные и прочие на разбор тоже. Поехали. Спускаемся вниз, ищем дверь. Вот одна дверь перед нами. Но прежде чем зайти, я осмотрюсь. Дешевый чудо-клей. Скипидар. Инструменты. Открыли. Изоленты комбинированные серебряные. Что-то там. Опачки. Тут можно ядерный блок взять. Так, радиация высокая. Паяльная лампа. Ну и, собственно, дверь нужно пытаться эту открыть. Открываем. Толчок, дверь была закрыта. Ой, радиация, кажется, Радекс уже не действует. Так, где-где-где дверь-то? Ёшки-матрёшки. Вижу таракана. Несколько тараканов. Может, не в этом здании вообще? Ой, высокая радиация. Еще таракан. Цветащийся. Так, тут ничего. Дверь, дверь, дверь. Где-то я пропустил дверь. Но я сверху прошел. Там двери нет. Здесь вход просто на склад. Возможно, речь идет о соседнем помещении. Потому что здесь реально, кроме вот этой вот двери... А может быть, она эта и есть? Вот эта вот, которая была... А, эту батарею я оттуда и взял. Окей. То есть, ту батарею, которую я оставил там... Помощь. Антирадин. Сейв. И побежали по маркеру в сторону бункера. Квестово. По дороге, по дороге. Радыкс больше не действует. Да, прикольно. Там вообще уровень радиации внутри с бочками был просто чудовищный. Раз уж, даже несмотря на сопротивление плюс 100, к текущей там тридцатке, меня начинало плющить. Так, а бункер-то близко? Бункер близко. Погода не к черту. Прямо-прямо он все ближе и ближе. Вон, маркер снизу, он увеличивается по размеру бункер. Стало быть... Да, 100 метров осталось. Там стрельба какая-то идет. Да, стрельба. Так, аккуратненько. Не, может, там еще живы просто, может, обороняются. Потому что две прошлые точки с сигналом бедствия, они же... Держались несколько часов. А потом, ну, все-таки не продержались. Люк. Что там, люк? Вернись, говорит. Люк, кнопка какая? Куда? Какой люк? Там еще кнопка с терминалом. Люк. Скайуокер. Вы реально хотите, чтобы я вернулся? В полу был люк. Он вас игнорит, ну, басы, говорит. А турбат? Реально возвращаться на... Давайте сейчас быстрое перемещение лучше на склад. А где был люк? Кнопка, люк, вернись. Люк сзади. Люк, я твой отец. Люк. Люк, люк, люк. Нет? Как вы видите-то это все, а? Псина, чтоб нашел. Где? Где ты, друг? Что, что, что? Покажи. Ау. Хорош. Осколочный и Молотова. Патрон дробовика, калибр. Компенсированный, гладкоствольный. Кто? Разберем. Импульсная мина. Слушайте, это я... Ладно, я бегло осмотрюсь, но что-то я не понимаю, о чем вы говорите. Какой люк? Где он был? Мне еще радикс нужно юзать сейчас. А то я там поджарюсь. Включаем фонарик. Ищем люк. Тупик. Люк на полу. Но люк, он всегда, в общем-то, на полу. Ну, спасибо за уточнение, конечно. Я буду смотреть тупо в пол. Но допускаем, что люк должен быть где-то вот здесь вот. Канистры, забыл, канистры. Дверь открываем. О-о-о. О-о-о. Так, стоп. Спускаемся. 16 радиации. Как пройти-то отсюда? А вроде как и не пройти никак. То есть, вот это оно и было. Кнопку красную прошел. Красную кнопку прошел. Вы издеваетесь? Скажите, что вы издеваетесь просто. И все, я все прощу. Красную кнопку прошел. О, красная кнопка. Дверь закрылась. Понятно. Пес, слушай. Такое дело. Подожди, подожди. Обмен. Обмен, обмен, обмен. Ох, господи. Немножко ему нужно скинуть. Совсем немножко скинуть. Между бочками люк. Да все уже нашли. Что вы там? Канистры. Камеры. Компенсированные. Хватит. Сейчас придется опять радиацию снимать. Между бочками люк? Да какой люк? Вы, я вас просто... Люк у бочек. Да еб... Тут везде бочки. Какие между бочками люк? Какой люк? Как вы меня бесите? А как вы меня бесите? Вы бы знали, а? Какие бочки? Какой люк? Где? Еб... ПРСР? ПРСР? Везде бочки. Нигде люка нет. Туда не пройти. Машина на входе. Радиация хреновая. Машина, кто-то говорит, на входе. Машина на карту смотри. А, карту? На какую? Все. Все, ничего нет. Ничего нет. Все, леваем. Карту местности вруби. Карта местности? Собаку забыл. Блин. А, как я горю-то уже, а? Берем собаку, валим отсюда. Уже сто раз бумаг от... Радиация 10, 3, 1. Пес, пойдем, пойдем со мной. Давай поговорим лучше, а? Все, он за мной идет. Да, за мной идет? За мной идет. Радиация уже сняла больше половины... Половины хп. Валим с этого склада. На R карта местности. Спасибо вам. За подсказки. Юзаем еще один предмет. Антирадин. И идем в сторону бункера. Куда-то туда. Выбыви всем, кто писал про лёг. Сможет реально забанить... Этих... Нубасов. Заспам. Сейф так и не проверил. Не, не проверил. Опа, тут зомбари. Зомбари. Какого левела? Дикий гуль обычный. Наверное, карабин возьму. Тихо. Ну, он выжил очень. Патроны жалко на них тратить. Но с другой стороны... Это экспа. Правильно. Просто с гулею еще. Особо снять нечего. Патроны немножко, но не тем. Крышка, патроны. Перезарядка. Еще нужна антирадин один. Или все-таки... Продолжение следует... Продолжение следует...